срочно к матчу комплексити Na'Vi, который не менее интересный. Я здесь жду три карты, вот, железно. Первые, там, две, не знаю, в какую сторону пойдут, я уверен, что комплексити возьмут Мираж. Мираж от Комплов прям точно залетит железно. Что возьмут Na'Vi? Я говорю, я нужду, что оверпасс. Они берут даст. Это хороший пик. Это хороший пик, мне кажется. Ну, в целом, комплексити, мне кажется, в непонятной сейчас форме, потому что они не играли около месяца, наверное, после группы А. Вот, после того периода они просто вообще ничего не играли, ждали, пока начнется плей-офф. И сейчас, мне кажется, у них хороший период в целом, глобально, потому что вернулся Поизон, и до этого, до перерыва Поизона, они играли блекло, и Поизон уже не так сильно стрелял. Но вот сейчас Поизон очень хорошо набрал форму, и он когда-то был прям ключевым игроком в этой команде, вместе с Блеймом, мне кажется. И сейчас я ожидаю от них, наверное, победы. Останавливаемся сразу на второй матч, комплексити против Нави, микрофона Ленин и Дедайс, и давайте уже насладимся продолжением Даста второго. Да, у нас первая карта, в общем-то, комплексити Нави, и конфиг начинает шикарного фрага по бумач, но Электроник на месте сразу же делает размен. Да, это 4 в 4. Блейм также поджался в зигзаге, пока накалил Электроника, и с репика ставил ему 1 хп. Элик по-прежнему живет, у него на руках бомба, инфа об этом есть, немного перестраиваются комплексити поближе к центру. Блейм, повторный выпад, Симпл попытавшись его перестрелять, все-таки проиграл перестрел. Какое-то большинство для комплексити прямо сейчас на верхнюю темку направляется перфект. Электроник по-прежнему с 1% здоровья все еще ждет появления на центре. Но здесь грамотные колы перестроились, то есть они игнорируют сейчас мидл, просто встали по плантам, 2 плюс 2, есть инфа о том, что один суперкрасный, так что преимущество, разумеется, у обороняющих. Так, ну Электроники, правда, на одном хп сейчас остается. Так, в нижней тэшке. Ну, ждет какой-то поджим через зигзаг, но комплексити вообще никуда у нас выходить не собирается. Пойзан, флеймона ждет, ну, там достаточно неплохо его прогрел, а вот второй шот уже в голову был более надежным. Так, ну и нави 20 секунд, надо хотя бы куда-то выходить, чтобы если раунд не забирать, то хотя бы погибнуть, чтобы получить лос-бонус, GKS, перфекту первым номером открывается. Так, ну и люха, что получится здесь сделать? Нет, не раскрутился здесь, и раш должен забирать еще с GKS в паре. Последних игроков нави 1-0 комплексити, ну, как-то сумбурно слишком пистолетка для нави, и прошла. Ну, здесь и поджимы от комплексити эффективные, достаточные, стартовые потери. Знаешь, я обратил внимание на другое. Очень странно слышать риторику от студии аналитики, типа, я не вижу вариантов на то, как же нави выигрывает сильнейшую карту комплексити Mirage, которые нави сколько существует, знаешь, столько играют. Сколько там чуваки играют в FPL, столько они играют в Mirage. Я вообще про то хотел еще добавить к твоим словам. У комплексити Mirage крайне сомнительная карта, я вам так скажу. Они очень часто проигрывают там, Тир-2 командам каким-то и так далее. Так что здесь нельзя сказать, что же комплексити и Mirage это железобетонный выбор. Ну да, это же там не трейн у G2, да, которым просто весь мир пользуется и при любом удобном случае бигит, потому что там трейна нет совсем. Это Mirage, в конце концов. Карта вообще с 2013 года не менялась, и, конечно, там есть вариант у Naio просто закрыть 2-0, если у комплексити что-то не поедет. В общем-то, смотрим пока за экономическим. Вот, Na'Vi, килл от Симпла, он так традиционно подключает Санек свой АИМ, попадание от Фойсона, и пока что... Минус от Перфекта, на этом все вообще странно, вроде раунд экономический, да, две потери от комплексити все-таки есть. Подбирается МК, счет 2-0. Уважаемые зрители в чате отвечать, не стесняйтесь и вашими предикшнами делиться на эту встречу. От кого же вы все-таки ждете победы и с каким счетом? Понятно, что большинство здесь болельщики Na'Vi, но... Было бы интересно услышать. Да уж, в последний раз так переживал, когда смотрел триллер на Мегуго и триллер на прошлом, Best of 3, в общем-то, в следующий раз что-нибудь доброе попытаемся посмотреть. И все это можно сделать на Мегуго. Аудиокниги, сериалы, фильмы, подкасты и многое другое ожидает вас и на сайте Мегуго, и в приложении для iOS и Android. Можно ли назвать триллером предыдущий матч? Это хоррор какой-то был для начала, который закончился просто, не знаю, радостью какой-то. Ну да ладно, друзья, переходим мы уже к раунду под номером 3. Пойзон отыгрывает со спуска и Флэйми через длину готовится открываться. Но там, кстати, весьма нестандартной позиционки Раш действует. Учитывая, что у него нет прикрытия, то действует он весьма-весьма опасно. Так, Электроник, смачок накидывает на Сити. А, на старт, на старт под парапет этот ХЕшка туда прилетает. Так, ну и Раш. Все-таки перемещается у нас с той позиции, которую мы ранее упоминали. Раш сейчас поджимает под коробку, но нет. Кстати, там Пойзон уже на халпе имеется. Флэйми занимает позицию за синим. Ну и Нави пока что расплетелись. Хотят все-таки зайти именно Зигзаг плюс Лонг и посмотрим, насколько удачно у них это получится сделать. Так, так, так. Флэйми сидит за синим и ждет. Он-то понимает, что где-то здесь точно будет опорник длины. Ну и в случае раскида, может быть, он даже позволит себе смещение поближе к банке и на этом можно будет Раша поймать. Сновной же костяк Нави. Сновное звено выходит через Зиг. Здесь Пойзон. И бум еще он штрафует изрядно. Дальше, правда, Молотов, который мог бы Пойзона и поджечь, все-таки оставляет. Его красным Флэйми все-таки не дождался, попытался помочь своей команде, которые так заходили из меньшинства. Ну и, в общем-то, погиб сам. Шикарные возможности у комплексити на выбивание. У них и гранаты в достаточном объеме и 400 хп на всю команду. Симпл. Минус от электроника. Вот это достаточно важно. И сейчас бы Саньку еще перестрелять. Но чертова флэшка путает все карты для Костелева и беспроблемное такое, не особенно нервное выбивание для комплексити. Тут как бы размен пиками не был. Вот в этом смысле. Потому что какой там комплексити винрейт на Дасте до недавнего времени? Я вот вспомню, если честно, ну, насчет статистики не скажу. Я помню просто, какая у них атака. Отыгрывали они против в джету, насколько мне помнится. Комплексити там, из, допустим, 15 раундов атаки, 13 ходили на лонг на А. И они выигрывали практически все, что там получили. Ну, поначалу не шло, а потом как-то ключики подобрали и все пошло неплохо. Так, Нави, бомбу ставили. Луз-бонус имеется. Можно, наверное, подзакупиться. Там у Симпла 4,950, но, скорее всего, это... Да-да-да, закупка будет. Ну, конечно, побед над серьезными командами здесь от комплекции я не вижу коэффициента от GGB примерно одинаково. 1,83 на Коллов, 1,91 на Нави. Но здесь, опять же, очень важен контекст. Сейчас немного позже об этом поговорим. Три длина отыгрывают комплексити. Сюда же фаст разыгрывают игроки Натус Винтер. Теперь за синим морозится Симпл. Практически сразу тушит Молотов, который своевременно бросили комплексити. У Пойсона 9% здоровья. У Бумыча 21. Еще одна светошумовая от Симпла. Но лезть дальше он, конечно, права не имеет. А вот Электроник вместе с Флейми уже открываются. На длину Симпл бреет Блейма. Размена Траша. И, походу, так, конфиг. Еще классно с окна сыграл. Здесь ДжКС не торопится открываться. Флейми должен его переигрывать, но ДжКС играет сейчас более надежно. Уже 2 в 4 ситуация для рожденных побеждать. Конфиг врывается просто через окно выключая Перфекто и ДжКС дорабатывает Бумыча. 4-0. Вот такой вот старт для Нави. Бомбу не поставили. Придется экономить. И пока что дела не совсем уж радужно происходят для СНГ коллектива. Так вот, в этом матче пики команд были совершенно понятны. комплексы точно знали, что против них возьмут второй Даст. Нави точно знали, что против них возьмут Мираж. Как раз таки от этого вполне можно отталкиваться. Подготовка, я вам скажу, потому что знаю, подготовка там была более чем обширная как раз к этим картам. То есть абсолютно читаемые пики. Единственный, как это сказать, единственным сюрпризом мог бы быть Десайдер. Но там нюк и нюк это очень хорошая карта для Нави. В прошлую встречу, причем они на нюке играли. Насколько я помню, там Нави весьма легко выиграли. Но вот именно на Мираже были проблемки. И, кстати, тогда Нави с 12-3, камбэкали до 15-15, но не сумели дотащить все-таки. Насколько я помню, такая история была. Так, ну а сейчас же у Нави имеется несколько Тек-9-ов. Там Дигл ЦЗ-шка. Неплохое, кстати, количество раскидки. Пять смоков все еще присутствует у них на руках. На планте отыгрывает пока что только Блейм, но там на Хлопе недалеко будет тиммейта. Так, ну и Флейми постарается отвлечь внимание на длине, но в идеале, чтобы как раз ребята зигзага максимум отвлекли внимание, а уже Флейми вышел в спину. Кого-либо забрал. Так, еще одна ХЕшка на банку. Флейми на красных все-таки уносит ноги. Интересно еще и то, что у Нави сейчас лишь один Дигл на всю команду, хотя уровень има там очень серьезный. Комплексы те заперлись по позициям. Снова на мидле они работают так вот статично, пассивно, просто на запуск из-под плента. JKS в данный момент у нас ну, Rotator B, наверное, у нас будет опорником, потом еще посмотрим, что точно по ролям. Electronic. Вот Poison может не ждать, на самом деле, такого сюрприза от Элика. По крайней мере, он точно сити сейчас не чекает. Rush ловит в голову, прострел легкий. Poison уходит на контроль длины. Rush там двоих просто хоронит сейчас Electronic. Конечно, он здесь сюрприз, но флешка прилетает. Предательская. Poison уже оформляет дополнительный фраг для себя. JKS Rush также на месте. И это 5-0 комплексити пока что. Горе и печали не знаю, там у четверых вообще по одной смерти всего лишь-то за эти пять раундов. Лишь Blaine там трижды пострадал. 5-0, конечно, опасный счет. Ничего не скажешь, но в этих рамках только получается один, да, или где-то два полновесных оружейных было от Natus Vincere. И сразу же залетает тайм-аут. Кто знает, может быть мы сегодня посмотрим еще один исторического масштаба камбэк в исполнении СНГ команды. Вот реально так не очень приятно видеть статистику пока с нулем фрагов у Флейми Нибумыча. И вот в целом стата Poison 5 на 1. За ним мы будем следить отдельно. Наш Толл аналитики уже рассказал, что у Poison некоторое время назад были проблемы со здоровьем. Он выпадал, и вместо него одно время играл на Тасафик, что Юги, кстати, а вы видели QR-код в правом верхнем углу экрана. Если да, то знайте, это ваш шанс получить бонус. Ну а если нет, то включите монитор. Друзья, потому что 150% бонуса вы можете получить на депозит до 150 долларов. Спешите, предложение ограничено, действует до конца дня. Если вдруг QR-код сканировать возможности нет, просто введите код, который под ним прямиком на сайте GGBet. И ловите удачу за хвост. Сегодня те, кто верил до конца, могли поймать на Virtuspro коэффициент 13,5 вообще-то. Да? Это серьезно. Не каждый день подобное заходит, а уж с бонусом было бы вдвойне приятно. Так, Na'Vi. Полторы минуты на таймере имеется, Poison отыгрывает как раз на быстрый фраг плюс смещение под Сити. И там сранбуста, да, флешка прилетает, надавенно снайпер в комплексе покидает эту позицию, но отправляет как раз-таки туда зажигательную гранату. Кстати, ХАЕшка неплохая поделека прилетает, минус 28 хп, тут еще вторая имеется от Раша. Раш, раз, два, три, но Бумычу тоже примерно столько же хп снес, чуть-чуть больше. Так, ну и Na'Vi. Пока что очень как-то странно, если честно, не в атаке выглядят, я не вижу уверенности. Я хочу ее лицезреть. Poison пока что на ходе Т-Энтри, но игроник действует подразмен. А вот и Симплуха включается, минус конфиг, Сити можно закрывать смоком, и главное разобраться сейчас с австралийцем. Да, тут JKS вне позиции, он играет на опережение, но его отгоняют и понимают JKS, Justin Savage, что лучше бы ему отойти под Б, мало ли, в Темке тоже кто-то из игроков в Na'Vi мог бы быть, но план рожденных побеждать где их будет принимать сразу два оппонента. Минус от Блейма под флешку Раша, все идеально получается и у американского легионера на этого состава. Минус, в его исполнении бомба однако ставится под зигзаг. Инициатива могла бы быть наказуема, но Блейм выкроет на опережение и вместе с Рашем они просто разрывают перфекты и Симпла, что остались в живых, счет 6-0. И ведь это был раунд после таймаута. Казалось, все складывалось неплохо, но мы с вами на радаре видели, что более разумным вариантом для Найв был бы просто фаст Б, после того, как они уже вышли на ситуацию 3-3, то есть задавить одного австралиец, ну я не знаю, 2-2 или может даже в меньшинстве, просто попытаться отыграть на установленную в Б пленте бомбу. Но этого не случилось, благо сам по себе пакет был, так что сейчас экономика вполне комфортная, разве что Авика наверное не будет, но можно отыгрывать и без него. Другое дело, что мы видим на табло счет 6-0. Да, и сегодня как-то звезды так сошлись, что именно защита доминирует на Дасте 2-ом, по крайней мере по старту второго матча уже комплекса и правда хорошую серию набирают. На Ави надо как-то включаться, вклиниваться, возможно были бы совсем рядом, там пятю не дать, кулачки, но надеюсь и так команда сумеет собраться. Так, забирают бомбу, электроник уже в нижней тэшке, там через сити у нас Блейм отыгрывает, ну и На Ави в общем-то классически занимают центр карты, и имеется перекрестный огонь от Диффенса, как раз таки через сити и базу Б. Флейми ждет поджим, но у нас пока что из комплекса никто не рискует на подобные мувы, там слэшка закидывается под зигзаг, там уже заранее также был проброшен молотов, чтобы прогнать снайпера, а вот поезон играет хитро с рекламы, раш, кстати, там уже тоже рядышком, но не забывает про лонг, поскольку знаешь, что там Флейми может быть. Итак, 57 секунд, опять-таки комплексы очень статично действуют, нужно обратить на это внимание, ну я имею в виду под точками соприкосновения, разве что поезон уже не в первый раз позволяет себе поджаться в зигзаг, делает это он целенаправленно, скорее всего, после того, как отбрасываются смоки на выход через зиг, рискну предположить, что это такая фирменная заготовка, может быть, фишка. Перфекта горит в Молике, но флешка от тиммейта позволяет Илье развалить центр карты, падает Австралиец, и это 5-4, наконец, большинство для Нави, и теперь, ого, они вроде бы должны заходить на Б, но контрпушат конфига, 4 в 4. Так, правда, сейчас на дачанина будет возложена огромная роль, так, Бумыч играет, как Кирилл Электроник забирает конфига, Бумыч проигрывает, к сожалению, дуэль для себя, но оставляет команду все еще 3 в 3, там бомба на последних секундах просто заносится в сайт, симпл, а ждут ли его здесь? Пойзон, до свидания! И так же Рашу махает ручкой. Костелев, последний блэйм остается, все, тут севить можно, калаш пригодится, либо будет на выбивании играть в плане на экзитфраге, чтобы просто экономику Нави подразрушить, учитывая, что у них там сейчас не все в порядке, то даже после победного раунда там, если потеряют еще некоторых игроков, будут не все гранаты. Ну и вот, наконец, размочили счет, блэйм один, не дожимает по симплу, один процент здоровья у Костелева остается, блэйм, наверное, немного в шоке. Я вам сейчас солью небольшой инсайт, некоторое время назад играли с коллегами в КС 5 в 5, я тоже занял позицию на строительных лесах, играл я, кстати, против Бафика, и Бафик меня здесь чекнул, а вот комплексити, нет, это довольно странно, но бывает всякое. Бафик бы кинул им камень в огород, мне кажется, вот в таком случае, но да ладно, 6-1, на Ави наконец-то размочили счет, и правда здесь надо набирать для себя серию, при том, что экономика этого комплексити не столь крепка, да, у них сейчас есть закупка, но уже в следующем раунде, если вся пятерка комплексити будет погибать, то до закупки от них уже не будет, и вынуждены будут играть экономический электроник, который раунд уже подряд занимает нижнюю тэшку по старту, стреливает по каждой через войну и дверь, но за ней абсолютно никого не находится из стана комплексити. Ну и действительно последние деньги для обороняющей команды по-прежнему на центре движения от обороны мы не видим, а вот Нави делают на него основной упор. Флейми отвечает за контроль поджимов от соперника со стороны длины, Молотов, абсолютно стандартный, снайперы частенько занимают эту позицию на парапете электроник, ловят немного урона на минус 16, и вместе с тиммейтами они снова планомерно продвигаются к точке А. Симпл в позиции, набрасывает флэш на Пойсона, тут же подсадка, ждут, наверное, репика от Пойсона, дождутся ли его, вот главный вопрос, но вот Пойсен под этот угол даже таки рискнул открыться. Красавцы Нави дождались, все-таки прочли Пойсона, да, потому что под зигой до этого он работал очень агрессивно. Да, из раунда в раунд там занимал, ну, играл там, как раз таки флэшку накидывали, он так, тут Молик не долетает до Гуся, это очень может навредить сейчас составу Нави, Блейм, Бумыча, по крайней мере, забирает, Электроник, правда, доходит мгновенный размен, Раш на спуске, 12 на 2 вообще идет, но против Элика в этом раунде приема нет, поджим с нижней ташки, Флэйми должен обернуться, там натопали у нас конфиги GKS, но Флэйми пока что, а, все-таки выезжает за ними, говорит, а куда в этом сейвить ушли, я сейчас вас как бы готов забрать. На Титанике информация абсолютно точно имеется, также отправляется туда все звено Нави, это точно не выбивание, точно сейв, и вот лучше девайсов лишить. Так это выбивание от Нави получается? Да, выбивание от Нави. Как раз-таки этих девайсов на руках. Все-таки, ну, они реально читают экономику, то есть выбиваешь сейчас, дальше, как бы 3-6, этих стартовых проблем словно не бывало, но пока нагрызается GKS, конфиг все-таки падает, как, в общем-то, и австралиец, Justin Savage 6, 2 становится счет, и я не знаю, этого стрелька из 6 раундов словно и не было, если посмотреть на деньги прямо сейчас, там, две тысячи, две с половиной, но, в общем-то, все пока с большим трудом может идти для комплексити. То есть, ну, старт это хорошо, но я имею в виду, Нави выигрывают раунды с 0.7 и 0.8 у игроков. Пока что неплохо Нави возвращаются, главное не сбавлять обороты и уверенно двигаться вперед в том же темпе. В общем, быть как Havail F7, мощной, техничной, высококлассной, интеллектуальной, крутой машиной, на которой я однажды поезжу, уж не сомневайтесь. Вот, такие вот дела. Ну и пока просто пистолет дигалу Блейма, ну и этом изрядно денег, может быть, копит Нави к следующему раунду для Пойсона. Такой вариант тоже вполне возможен. Стак 4А от комплексити, подсадка для конфига. Но Нави вообще, я заметил, стараются как-то шатать оборону, то есть нет такого, чтобы они, знаешь, раскидали какую-то точку и просто вышли. Они как-то и правда пытаются в рознь распустить комплексити, чтобы кто-то под зигзаг, кто-то под лангом был, кто-то под бей и так далее. Это все очень хорошо должно в теории работать, но посмотрим. Сейчас таковается комплексити в пятером под асайтом, и, кстати, несмотря на то, что там голые юспы плюс один дигл, все равно можно достаточно неплохо встрять, если не воспользоваться должным количеством гранат. Rush Poison, например, сейчас посмотрим, как сыграют. Blame, Rush перестреливает, размена нет, Poison также выключает на сити GKS. Не, ну здесь просто филигранно отыгрывает. Blame последним остается на дигле. Blame, минус Blame делает и 6-3. Все-таки счет становится. Не нашли для себя здесь дополнительные фраги, кроме Blame, кроме Blame, на комплексити. И это, конечно же, очень укрепляет экономику Нави. Но сейчас будет байраундами. АВик точно будет присутствовать, да, поскольку экономил, по-моему, Blame, да, он сейчас бросил тиммейту, конечно же, Poison, снаперскую винтовку. Но я вот смотрю, нет диффуз китов, хотя, возможно, GKS мог бы закупить, но воспользовался своими средствами, чтобы взять ХЕ-шку дополнительную на команду. Да, это, кстати, тоже интересно. Вот почему именно ХЕ. Ну, в общем, ладно. Да, все-таки использование китов крайне редко доходит дело. Раж дает стартовый фраг на длине, которую Нави уже в очередной раз пытались прорвать. И, в общем-то, с разменом им удается это сделать. И тут на отжатие зоны под базой B-комплексити, поджим со стороны верхней, учитывая не лучшее экономическое положение европейского состава. Это хороший вариант. Если Нави сейчас нарастят темп, например, заберут одного пояса, на то комплексити снова могут сейвить. Скорее всего, они это будут делать. Хотя, весь вопрос в том, как по итогу отыграет поясан и пойдут ли игроки Нави на А в принципе. Так, Симпл за машину накидывает пока что зажигательный коктейль. У нас поясан зигзаг смотрит и Перфекто ждет поджим через Титаник, но Конфиг иной путь сейчас себе выбирает. Хотя, кстати, там Перфекто может тут спауна законтролить, если Конфиг позволит себе сейчас лишний шаг сделать. Но, кстати, не совсем аккуратно у нас проходит. Хотя, на контроле все надежно. Симпла причем оставляют под асайтом. Так, Нави, а куда вы выходите до конца? Вот в чем вопрос, потому что запутали даже меня. Все, возвращается обратно под лонг. Это такой хитрый план Капкан был, но комплексити на него не повелись никоим образом. Втроем остаются под аплентом, плюс Конфиг через зигзаг достаточно быстро окажется на хелпе. Поизон на длине. А что там, флешка будет под Поизона? Если накинут, там, кстати, можно быстренький фраг сделать. Хотя Симпл ждет и не ваншота. Вот Поизон Симпла забирает. Второй фраг тоже ставит Поизон. Как же отрабатывает за снайперской винтовки? Но Электроник просто сжигает его Датлан. GKS 7-3 еще отстановится. Комплексити. Появились девайсы, появился раунд. Вновь. И здесь очень важно, что Блейм все-таки произвел эту инвестицию и отдал Поизону это АВП. Было очень важно. И довольно занятно, что комплексити сами берут паузу. Наверное, сейчас прикинут, что там у Нави с деньгами, чтобы они еще могли сделать, чтобы сами комплексити могли предложить рожденным побеждать на стороне длины. Ну и проанализировав этот момент, наверное, будут плясать от этого. Деньги, в принципе, есть, наверное, у Симпла там где-то будет АВК, потому что пока на руках... Нет, там хорошо по деньгам. Там по восемь с лишним тысяч, по-моему, было. Нави, я думаю, за этот аспект игры точно не беспокоятся. Кстати, заметь, у нас комплексити раунд выиграли, но сами же ставят тактическую паузу. Да, об этом я и сказал. Они просто понимают, что, скорее всего, придется сейчас, если раунд с Альдюд делать ЭК, и вот лучше этот раунд не сливать. Кстати, АВК-то не остался на руках. А вот это странно. Не подсейвили, получается, да? Там Поизон погибал же и не успели забрать. Выходит, что так. Сложно было оформить фраг, а вот Нави, наращивая темп, будут вливаться в Б. Питл раскидывается уже сейчас. Минус от Поизона это прострел через дым на сити, что ли, был. Килл от Бумыча в ответ, но по ХП небольшая просадка у Нави есть. Теперь выходит Темка. Перфекта залазит на высокий ящик перед Т-шкой. Конфиг потушил дым. Бумыч не стал стреляться с видом, просто дал об этом информацию. И по итогу НАТО с Винцеры окапываются на Б. Хотя, если сейчас удастся все-таки Бумыча забрай, то 3 в 3 выбивание вполне еще возможно, учитывая преимущество по ХП в комплекте. Ну а Симпл играет на опережение. Килл по Рашу и теперь можно сейвить. И вот тут Бумыч может быть очень кстати. Подрезать сейвящих игроков. Да, будет шикарно сейчас для Нави. Поизон, но спинку чекает. Кстати, Бумыча заметил первым, поэтому здесь без шансов. Без шансов для Кирилла. Так, ну и Поизон, Блейм. Да, отправляется на сейв, но кстати там лос-бонус весьма мало будет, поэтому скорее всего увидим 2 кольта плюс парочку пистолетов. Не более того. Ну и вот Нави. Да, постепенно уже возвращается. 6-0 был счет, сейчас 7-4, возможно 7-5 и можно в принципе довольно-таки неплохую половину заиметь для себя. Может комплекте сейчас Форс рискнут сделать? А насколько НИК стоит того? Ну лос-бонус. Ну сейчас посмотрим. Не, нормально Найка будет скорее всего играть. Да, оно того не стоит. Не, ну с другой стороны смотри, можно откинуть 2 М-ки было там у Блейма и Поизона и там один Фамаз, допустим, Раш себе покупает. Ну по гранатам тогда проблемы будет и Авика не будет, а для Поизона, как мы видим, это очень важно. Коэффициенты от сайта GGBT 2.26 на комплексите, но это на Best of 3 серии 1.62 на Нави. Ну понятно, в комплексите еще ничего не гарантированное даже в рамках первой карты выбора рожденных побеждать. Соответственно, изначально они тоже подходили не фаворитами. Какой там, кстати, Кэфф был до старта, ты не смотрел? Не смотрел, если честно, но больше двушки, да, комплексите. Так, смотрим, друзья. Да, у нас 2 кольта, кстати, Поизон сейчас занимает зигзаг, а второй у нас находится под базой B причем за машины там Блейм играет, то бишь пистолеты будут отвлекать и вот с кольта там можно будет раздать. Если до конца Нави своим вектором выберут базу B, конфиг, там Бумыч пока что Поизон может проконтролить, если тут слишком агрессивно откроется под мясной. Уходит Флейми со стороны длины, поближе к тиммейтам, может быть, будет запирать им тыл. Конечно, плюсом для комплексити является факт укрепления B базы, и если Нави будет развивать атаку до конца, могут столкнуться с трудностями. Кстати, один из двух кольцов наличия присутствует как раз на базе B. Ну и сейчас Симпло могут все нормально. Там еще и Флейми минусует Поизона, это как раз таки один из тех самых девайсов, но возможно сейчас будет звездный час для Блейма. Там на ДжКС очень много внимания обращает Блейм, но он последним уже остается, поэтому даже если он двоих выключает, то третий уж точно его разменяет, тем более просто дожидается даже тиммейтам, да. Но Блейм, знаешь, так на нервишках поиграл. Экономику немножко подразрушил, так что сделал максимум своих возможностей. Ну и Нави 7-5, правда сейчас возвращение довольно-таки неплохими темпами для них идет. Забирают этот, без денег комплексити, там уже 7-7 и в принципе вообще все здорово, учитывая насколько плохой старт был. Так, АВП только в количестве одной штуки. Причем, посмотри, именно у нас комплексити как-то стесняется два века брать, потому что многие команды, в том числе Нави, брать в защите. Ну, я не помню этот комплексити, чтобы они прям очень часто обузили этот момент. Конфиг иногда берет в основном их ставка на мобильности. Килл от Пойсона в поджиме зигзага не удалось из-под нижней темки все-таки перекрыть или хотя бы разменять господина Пойсона. Так что 5-4 и вот преимущество для комплексити добыто мгновенно. После этого Болгарин выезжает на длину и Флейме сюда пока что не выйти. Придется разыгрывать раунд помедленнее. Конечно, Нави отдельные киллы. Оу, Пойсона! Он прострелил Флейме. 38 хп остается у Егора. Минус от электроника. Хотел сказать я, но он лишь спугнул Пойсона и сам убежал обратно. Вот об этом я и говорю. Нави, будучи в меньшинстве, будут так отдельно искать свои киллы. Если ничего не получится, сгруппируются и выйдут. Не знаю, здесь больше всего на самом деле на зигзаг похоже. Ну да, именно туда они и направляются. По раскидке все еще у них отлично. Поэтому можно банками закидать здесь просто дотла там Пойзон, например, сжечь. Плюс смоки, под которые безопасно можно будет выйти. Чем, собственно, сейчас Нави занимаются. Главное, получится ли прогнать Пойзон до того, как он начнет здесь расстреливать. Пойзон ждет уже дроп на сети. Пойзон, да, Молик ему за спину прилетает, но достаточно поздний и приходится под сети открываться. Но там смоки сейчас лежат в Нави и Пойзон не попадает по электронику. А вот сейчас повторный выпад достаточно качественный от него. Случается Пойзон в прыжке, не ловит его. Но Перфекто здесь погибает от размена от Блейма и 2 в 4 с поставленной бомбой ситуация для рожденных побеждать. Ну, длину Симпл контролит и имеется Флейми, да, там зигзаг плюс-минус чекает. Но Симплу вообще на две позиции -то вертеться надо и в этом трудность. Ну и при этом одна ХАЕшка на выбивание у комплекса. Эти возможности отличные. Главное Флейми дать хотя бы минус, но у него было 38% здоровья. Теперь, конечно, Симпл ничего поделать с этим не сумеет. Первая половина уйдет комплексити уже сейчас. Единственный в команде Навик, кто отыгрывает в плюс. Гадайте, кто-то здесь и гадать не нужно. Раш 14 на 7. Вот от него мы далеко не всегда видим подобного рода перформанс. Хотя сейчас он и правда хорош. Два ВП наконец появляется. Один АВик, понятное дело, у комплексити трофейный. Хорошие деньги у Нави, чтобы закупиться еще раз. И повтор от Пойсона. Садили его на ЗИК. Минуту 44 он сделал первый минус на карте на ДАС-2. Ну, снова-таки у Пойсона достаточно таких индивидуальных фишек, что на Мираже, что на Дасте. Кстати, вот вторая снайперская винтовка от Джекэса появляется. Я, кстати, вспомнил, что реально комплексити если берут, то именно Джекэс на ней отыгрывает на этой карте конкретно. Да, можешь просто повторять то, что я говорю. Отлично. Отличный план. И правда, два АВП в третий раз обратим на это внимание. Так, Электроник. Клэми пока что ждет поджима через коробку. Бумыч также здесь присутствует. Ну, длина пока что занимается лишь одним рашем. Так, Элик под зигзаг. И у нас Пойсон, что, идет на сближение или нет? Не, просто Малик еще откинул, там ХА-шка прилетает. Но Нави очень аккуратно сейчас действует в этом раунде. Если, кстати, этот раунд забирают, то в следующем экономика не самая гладкая будет уколов. Если, конечно же, без сейвов. Ну и посмотрим за применением еще тех самых двух снайперских винтовок. Ну, Джейкэс довольно эффективен в этом плане. Ничего не скажешь. Это вообще единственный австралиец, который попадал в топ ХЛТВ. При этом ему удавалось это дважды сделать. При этом дважды подряд. Блейм играет под смоком на зиге. Далеко не факт, что нае будут переть прямо в него. Но позиция довольно грамотная. Раш даже с Фамосом дает килл. Не спрыгивал на яму. Хотя в его позиции обычно происходит именно это. Блейм в демон развеивается. Но капитана команды комплекции просто разрывают. Килл от Флейми, но он забирает американца 3 в 3. И теперь главный момент. Как проходить вражеского снайпера без флешки? Просто отвлечь внимание каешка и спокойно разорвать. Промахивается, правда, Симпл по зигзагу. Ну и конфиг понял, что увернулся в этот самый момент электроник минусой Джейкэса и счет, скорее всего, будет 8-6. Так и получается. Симпл дождался сейчас открытия от дачанина. Так, ну и на последний раунд у комплекции денег-то не остается практически. Там можно будет подзакупить, скорее всего, Фомасы. Некоторые появятся. Плюс пистолеты. Все-таки не стоит забывать, что и на гранаты, конечно же, стоит потратиться. Нет, формилки. Формилки, да, в большом своем числе приобретают. Фомас для Джейкэса, скаута Пойзона. Ну и такая легкая, форсированная, скажем так, закупка без диффуз-китов. Пойзон без гранат. Ну ладно, с этим тоже можно выигрывать. Особенно, если поджать сейчас успешно лонг. Блейми не торопится открываться. По старту. Ну и нави. Ну, кстати, могут сейчас вообще легко зайти под базу Б, если бы, конечно, у них был влхак. Да, они могли бы это сделать. Ну, хотя бы электроник выезжает на центр. Может быть, сейчас дождется просто открытие из-под сити от Блейми, если тот будет недостаточно осторожен. Интересно, что сразу две гранаты набрасывают, третий молотов. Но, наверное, до второго угла он не догорит. ДжКС начинает поливать в дым. Друзья, еще раз напомним, 6-0. Велика комплексити. И сейчас уже счет 8-6. Преимущество в этом раунде по огневой мощи явно у врожденных побеждать. Раш пошел поджиматься для перфекта. Это идеальный момент на оформление фрага. Но Раш не сильно рискует. Как раз немножко пострелялся и вернулся в сайт обратно. Бумыч на мясном. Конфиг ждет, наверное, флешку от тиммейта. Там как раз нет. Польза на флешке нет. Поэтому никакой помощи там не будет. Бумыч, конфиг. Ой-ой-ой, заметил все-таки. Пойдет на сближение. А Блейм чекает электроника. Здесь флешка от Бумыча еще даже на руку сыграла. Конфиг выключает Бумыч. Это что происходит? Верхние тэшки остаются рожденные побеждать втроем. Но стягивается вся пятерка комплексити. Это просто прочитано и без фрага остается команда рожденных побеждать в этом раунде. Но 9-6. Наверное, не так все печально, как могло бы вообще по старту сложиться. Я имею в виду, что 6-0, 9-6. Ответили, ответили какими-то раундами. И как мы уже увидели в сегодняшнем Де, в общем-то, за защиту на Дасте тоже можно победить. Конечно, можно. И мы сейчас, ну не то, чтобы увидели это, но возвращение вполне комфортное осуществили игроки Натус Винцера. Ну, комплексы, наверное, тоже приятно удивили. На Дастом они проделали действительно много работы. Парочка новых идей. И, как итог, счет 9-6. Ну, а не знаю, устраивает на первой половине в качестве опорника длины. Симпл Элик у нас в двойке лидеров в своей команде. Немного не хватает стрельбы от Бумблы. 3 на 14 его статистика. Хотя счет все равно ровный, включиться можно в любой момент. Что ты ждешь второй половины, Дедайс? Не, я хочу посмотреть вот что-то подобное, что мы от ВП видели. Я не имею в виду камбэк, я как раз таки про уверенную игру в защите, когда раунды там под ноль просто контрятся. Но, с другой стороны, комплексы, у них по стрельбе все довольно неплохо. Ты подметил уже Раша, который мгновенно с первой игры включился, потому что Раша у нас такой персонаж, скажем так, который раскачивается по ходу Best of 3. Он бывает с первой карты вылетает, средненько отыграет вторую, а вот на третьей уже показывает скиллуху. А тут он прям сразу включился, это очень радует, я думаю, фанатов комплексности. Ну и посмотрим, с чего же у нас начнется вторая половина. Пистолетка стартует прямо сейчас, две флешки, четыре флешки даже на команду плюс Хе и диффуз киты, и в это же время два смока, три флешки от атаки. Накидывает блэм флешку для своих тиммейтов через верх, они вылетают. Ну и вот тоже интересно во второй половине сколько раундов через длину комплексности будет отыгрывать, потому что они реально большие любители отыгрывать фаст лонг. Сейчас немного замедлились, нужно дать вторую порцию гранат на проход, электронику не позволяют распикать, и остается жив. Он только на чудесах по левой стенке, при этом не контакт, а просто марафонским темпом наскакивают комплексности, симпл, а также страфуют уже преимущество довольно серьезное. У комплексности установленная бомба сейчас будет и два красных соперника, ну и только Хе есть киты у Перфекта, и килл от конфига симпл он добивает. Так, а тут все-таки электроник они ждут уже за Гэндальфом, и в принципе там конфига штрафануть вообще можно легко. Денис дожидается, возможно, какой-то флешки, там у Перфекта целых две, там еще Бумыч может хелпануть. Так, первая, вторая прилетает, электроник, конфиг, ай-яй-яй-яй-яй, как же чуть-чуть не залетает, конфиг, тут в планете просто два игрока комплексности окопались, Флейми первого выключает, Флейми минус два, делает Флейми, делает минус три, просто пистол кинг от Нави. Но подключается Раш и Блэй, и по идее времени здесь уже не хватает, Элик 6 КП, довольно интересно, что Элик первый, кто получил урон, и все равно остался последним выжившим, отмораживался на Гэндальфе до конца, но пока что как пистолетку первой, так и второй стороны комплексити выигрывают, хотя у Нави довольно высокий процент взятия Фарсов, и они сейчас ввязываются в эту авантюру, берут себе арморы, гранаты, скаут для Симпла, я не знаю, дропал кто-то или нет, или он сам себе, ну, не знаю, купил себе его сам, не важно, важно, что сейчас урон по старту он получил. Итак, второй раунд, фаз длина от комплексити, теперь не всей командой конфиг должен погибать, какие-то серьезные трудности, уже два в одного размена для Натус Винстера, ожидали они, что комплексити пойдут через лонг, и укрепили это направление, и теперь комплексити уже начинают немного нервничать, они сейчас отдали калаш, они отдали Галил, и они в меньшинстве, и Симпл жив. Ну, кстати, если под базу Б сейчас будут сплитовать, и вот закроют сити смачком, и никто не выйдет там под флешку от Нави пикать, то вполне неплохо все может быть для колов, но здесь имеется подсадка, перфектус калаш, ой-ой-ой, как же своевременно тут, два молька прилетает, Раш вообще Симпл сжигает, а ждут ли они Флейми сейчас за ящиком, Флейми, Флейми не залетай, стрельба, Раш просто раскрутился, двоих выключает, Нави, ну, скорее всего, вынуждены здесь сейвить. Да-да-да, вариантов других-то нет, а вот и одиннадцатый для комплекции, при том, что как все неплохо начиналось. Ну, я хотел бы сказать, что сейв здесь не самый плохой вариант для Нави, если так посудить, имея в виду, что они могли бы просто проиграть Форс и дальше отыгрывать с 5-ю спайм, или там P250 какими-то, а калаш и Галил в следующем раунде еще могут перевернуть в принципе ход, например, раунда и ход второй половины. Так что, да, Форс, конечно, проигран, деньги потрачены, но, в принципе, расклад для рожденных побеждать не самый худший. Другое дело, что пока комплексити стабильны, впереди Нави в роли догоняющих, и это на своем выборе на карте Додас 2. Ну, а еще раз повторюсь, это был наиболее, наверное, такой ожидаемый вариант с точки зрения команды Нави. Тут дело в том, что такой вариант, когда Нави, ну, или вообще любая команда встречается со своим противником с одинаковым ферст-баном, то, как правило, преимущество у аутсайдера. Коэффициент аутсайдер Джебет 1.21 на комплексити и 4.11 на вторую половину дают на Нави. Так что рожденные побеждают, ну, не могли себе позволить как-то что-то помимо Вертига за бан. Тем более, что комплексити когда-то играли Вертига. То есть у них это, наверное, такой ферст-бан последнего времени, типа 4-5 месяцев, когда оба ушел, кстати, вот тогда они перестали играть на эту карту. Так, ну и Нави. В этом раунде что у них два девайса сохранилось, некоторые не дефолтные пистолеты для себя Нави также приобретают, но вот флешка лишь одна. Было бы, наверное, прям совсем хорошо, будь их там штучки 3, например, можно было бы пропикать побольше, возможно, забрать некоторые девайсы. Но посмотрим, как вообще сыграют у нас бумачи перфекты. Именно у них на руках имеются девайсы покрепче разряда бумачи. Плейма здесь просто выключает пропиком через сити. Так, конфиг смачок на сити. Дает, ну что, сплит до конца, у нас там перфекта еще есть. И как бы на ЛЮ рассчитывать, я думаю, точно можно. В этой ситуации перфекту, перфекту, там бумач подключается. Бумач, 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 квадрокилл от бумача. А вот вам экономическая ситуация для Нави. Что там, 4к был, да? Насколько я помню. Хотя, подождите-ка, GKS двоих выключает. Но все еще у нас... А, там бомба выбита. Все, можете забыть про этот ран для комплексити. Я надеюсь. У Элика нет армора, у Симпла тоже. И бумач на 20 хп, 40-39 секунда конца. Варианты, на самом деле, у Джастина есть. Конечно, поприятнее было бы отыгрывать этот клатч соткой. Но давайте смотреть. Нет, Симпл не оставляет вариантов. 11-7. И вот то, о чем мы, в общем-то, и говорили. Галил, калаш в арсенале позволят вам выиграть, даже если у остальных игроков вашей команды Эко. С одной стороны, и бумач, которого не было всю первую половину, сейчас, быть может, выиграл один из очень важных, если не важнейших, раундов второй. Потому что комплексити в случае, если проиграют сейчас и дают и восьмой, и девятый, разрыв два раунда, это уже не приговор. А там авики у Na'Vi появятся, и уверенности у некоторых игроков будет побольше. В общем, бумач потащил капитанский момент. И теперь третий, за вторую половину, раунд быстрый через длину от команды комплексити. Узнаю комплексити, если честно, их в их атаке. Вот лонг, это как бы родное место. Так, ну и сейчас Na'Vi, главное, то, что раунд забрали, это отлично, но сейчас надо выстоять еще один, оставить комплексити без экономики, выдвинуться просто на серию победную, набрать хороших средств себе. Ну, кстати, даже сейчас там по 2000 с лишним уже денег имеется. Конфиг без смока открываются. Там у GKS же есть, но не решает пройти контакт. На раун забирает симпла, бумач в размене, и бомба будет установлена. А тут еще конфиг электроника как-то ловит, зигзаг закрывается сейчас смоком. И я не знаю, как Na'Vi должны это выбивать, хотя бомба только-только поставлена, GKS там не взрывает, 25 хп остается. Ну, кстати, флейми сейчас может найти для себя фраг, но уже на гусь смещается у нас GKS. Ну, давайте смотреть. 2300 долларов, и, может быть, если стартовые перестрелки будут неудачны, они могут даже развернуться, но нет, такой возможности им не оставляют. Конфиг квадро... Нет, трипл килл, сори, что-то показалось, что дал квадро. В любом случае, он отвечает бумачу за прошлый раунд и становится героем теперь уже прошлого. 300 единиц урона, то есть три чистых фрага подарил своей команде. Кристиан, давайте понаблюдаем за этим еще раз. Первый, второй это уже было под конец. До этого он уработал также зигзаг. Конечно, хорошей новостью для Na'Vi является все еще присутствие авика у Симпла, но вот если будет проигран, тогда КФ-4 окажется оправдан. Так, Симплуха у нас длину занимает. Раш, кстати, именно туда и направляется. Ну да, это классическая комплекция, так что Симпл здесь очень даже может пригодиться, но пока что не залетает по первому. С ямы Бумыч также не сыграл, дает хороший молик, полностью ослепленным стоял у нас здесь Раш, но Блэйм обновенно делает размен по Бумычу. 4 в 4 ситуация. Электроник готовит сейчас ХЕ-шку под Бойзона, но, кстати, даже более GKS она накалила, Электроник подвигается в агрессию, GKS здесь хорошо сыграл и оставляет Симпла в полном одиночестве. На Асайте там длина уже открывается и Na'Vi пока что летят, если честно, на этом дасте, потому что проигрывают важнейший раунд, но если еще предыдущий, всегда не учитывать и денег не остается. Это 14-7 потенциально и это все очень прискорбно звучит. Вот как раз этот раунд для динамики второй половины реально был важнейшим. С 7-14, как показала практика, вернуться, конечно, можно, но не то, что комплексы демонстрируют какую-то слабость и стреляют очень жестко. Раш вообще бомбит. Остальные тоже ровно. То есть 14-13 фрагов и Раш 21. Есть просто в авангарде такой вот бомбардир, килл от Перфекта. Наверное, попытаются взять этот калаш, осуществляют ему прикрытие флейми, а комплексы не полезли. И кто знает, может быть, к следующему раунду калаш или даже Фамос снова перевернут расклады и кто-то еще найдет трипл либо квадрокилл, как в одном из прошлых это сделал Бумыч. Так или иначе, комплексы ни разу за всю карту ДДАС-2 не выпустили рожденных побеждать вперед. И это важно, потому что пик-то Нави. Да, а игра очень от комплексности уверенно смотрится и даже несмотря на тот самый колоссальный важный раунд от ДДАС-2 с квадрокиллом все равно не сумел комплексности сломить. Сейчас ставится вторая тактическая пауза от Нави. А что здесь обсуждать? Форсбай или не форсбай? Наверное, вряд ли. Все-таки экономически смотрится здесь куда логичней. Считывая, что с двумя девайсами все еще можно поиграть, не добрать какие-то недефолтные пистолеты. Опять-таки, раскидка есть у двух игроков. Ну, форсить на все точно не стоит. Это однозначно. Я думаю, именно обсуждают, как применить какие-то гана. Либо уже расклад на следующий девайс на раунд. Вероятнее всего. Ну, понятно одно. Нави явно недовольны тем счетом, который сейчас у нас сияет на табло. Пока смотрим за статой. 9 бумач, 8 плейми, 11 электроника. Ну, тут пенять не на кого, на самом деле. Пока в командном отношении комплексти в принципе смотрятся очень подготовленными. Итак, по 2000 чуть меньше оставляют себе Нави. Четвертый раунд через длину у нас отыгрывают комплексти. Прямо сейчас бумач уцепился за стартовый фраг. Но сейчас Раш может похоронить двоих в ответ. Одного он забирает. Дальше перфекта. Но тут Раш позволил себе уже немного лишнего. Вроде 4 в 4. Да, ты отыграл первого павшего тиммейта и все равно понесся вперед, ждать вновь большинство у Нави. Так, перфекту. Идет на сближение сейчас. Правда, нельзя терять сейчас свое преимущество. Но вот флешек не осталось. Было бы классно сейчас пропикать, допустим, Блейма. Плюс один ган. Преимущество еще бы больше стало. Но здесь ждем самой инициативы от датского капитана. Бумыч играет аккуратно, но Пойзон его здесь не прощает. Достаточно легко пропикал через длину. Блейм. Кто сейчас выигрывает дуэль, тот, возможно, и раунд будет забирать. Перфекту вполне уверенно сейчас перестреливает Блейма. Смоки на сети кладутся. Там еще симпл, кстати, можно было бы сходить под зигзаг забрать девайс дополнительный. Перфекту. Весьма открыто здесь стоит, но перестреливает. Конфига. И весьма вероятно, что Нави и второй раунд подобные заберут для себя. Это, конечно, показательно. Полновесные оружейные не идут, а тут какие-то пистолеты. Не знаю, может, комплексы сами немного лишнего исполняют. Так или иначе, 13-8. И, что немаловажно, тебя значит, возможности выхода и на девятый для Натус Винцера. Еще раз хотелось бы вот на данном этапе карты ДАС-2 узнать у чата с каким счетом и в чём пользу закончится именно ДАС-2. Потому что сейчас, да, конечно, Нави догоняющий. У комплексити складывается впечатление шансов побольше. А тут уже и чат закрыли. Кстати, смотрите, зафорсили на все комплексити. Два калаша, формилка, два пистолетовых. Хорошая, кстати, обилие гранат имеется. Там уже смайлик-мод, да? Да. Окей. Так, смотрим. Верхняя тэшка от комплексити занимается. Приходит на помощь к Перфекту Флеймич. Ну и такой вот даблой будут принимать. При том, что остальные-то тиммейты очень далеко находятся. Если комплексити сейчас добавят темп, то там не выжить практически будет. Только сейчас феноменальная стрельба может спасти. Раш в прыжке. Просто Флейми выключает. Перфекту играет за Иксом на размене. Конфиг минус Перфекту. Ну и, собственно, все. Точка занята. А как это выбивать? Никак. Надо сейвить, уходить. Да, тем более по нулю электроника у Бумыча об экономике нужно думать заранее. Бумыч вообще идет сейвить на тачку Титаника. И 14 для комплексити. Снова отдельные раунды от Нави берутся, но Серии никакой, да? Да, и причем совершенно такие вот странные, как мы и сказали, типа Калаш Галил или там Фамос Калаш и так далее. Но комплексити есть какая-то стойкость, просто уверенность. То есть мы подходим сейчас, во-первых, делаем форс на все деньги, потому что никакой задел еще есть. Раскидываемся и просто влетаем в Б. Вряд ли Нави будет делать там укрепление. У нас все получится играть на разменах, накопаться в точке и убивать Нави как хотите. Этот момент промахивается Симпл. По верхней темке четыре игрока комплексити выживают. Это 14-8 и пока Колы на Дасте конечно выглядят фаворитами. То есть пока КФ4-11, который давал Джиджи Бет, плюс-минус оправдан. Да, едва века появляется у Нави, кстати, в дифференсе сейчас. Ну, кстати, мы каких-то быстрых энтрей не видим, да, с стороны защиты я имею в виду. Причем в первой половине пояса нам показывал парочку таких фишек. В частности, там, быстрый поджим зигзага, например, или в темке игроки комплексити также делали минусы. Сейчас снова-таки всей командой да ладно, комплексити подходят в Б, они снова будут раскидываться. Тут вообще тусуется один Флейми, он с Авиком, и если комплексити будут достаточно стремительно развивать свою атаку на Б, а так оно и получится, то бровать будет. Флейми его же забрасывают, флешка, Мираж, будучи в бланде забирает Егора, это 4 в 5 уже сейчас для Нави. На последний раунд у них может банально не остаться денег, если это выбивание провалится. Но это 15 уже. Это Нави разворачиваются и уходят на сейв 15-8. И снова, я не знаю, в дастик комплексити особенно ничего не меняется. Вот ты вспоминал катку против G2, по-моему, да, когда они там чуть ли не... Через длину все время ходили. Да, большую часть раундов, типа фаз длина, у нас есть рез, просто фаз длина, которые комплексити потом разыгрывали, да, ну 3-4, да, и уже 2 подряд просто раскидываемся, выходим по ранним таймингам. Ничего сверхъестественного, никаких попыток растянуть оборону и так далее. Сухое чтение, ну или сухая уверенность, не знаю, мысли комплексити, но они же точно не будут думать, что мы 2 раза подряд пойдем на B. И один опорник остается, а он еще и на Авике. Ну, то есть флеймич, ну, мог там, наверное, 1-2 минуса, это максимум, что мог бы себе позволить. Поэтому комплексити здесь, ну, здраво-здраво играют, в общем-то, сема поинтов для себя уже заполучили. Повтор от раша, да, как он в планде здесь зашил. Причем, он уже белый был, когда перевелся, между прочим. Так-так-так. Интересно. Интересненько, интересно. Пострелял куда-нибудь, или это уже на таком жестком опыте? Да, на опыте, конечно же. Все-таки чемпион мейджора. Да-да-да, не устанем это повторять. Конечно, конечно. Не, ну все-таки не так у нас много чемпионов мейджора, правда. Тем более, сколько у нас уже почти два года не было, в принципе, этого замечательного чемпионата. Его мы с нетерпением ждем. Два ВП по-прежнему у Натус Винстера. И опять Перфекта-1 на точке Б. А вот Флейми отрабатывает центр карты, пока Симпл со своим Авиком и спокойно принимает поезда на Азиге. Так, ну что, может, Нави тоже хотят порадовать своих фанатов, как это сделали Virtus.pro, дать какой-то жесткий камыч. Но будем надеяться. Пока что есть энтри-фраг в этом раунде. Симпл под зигзагом его. Бумыч остается под длиной. В случае чего халповать ему будет электроник. Так, смоки, которые длину отрезают. Слушай, а это интересно смотрится. Вот таких два смока просто лонг закрыли. Мы занимаем лонг. И Бумыч понесся в него. Бумыч такой вижу дым, иду в него. Окей. 4 в 4. Так, это влился в дым, вымер молодым. Изи, изи для Бумыча. А теперь там можно реально немного порастягивать на оборону, ничего не скажешь. Теперь все внимание Нави опорных звеньев направлено на центр. Крайне неудачный тайминг Лови Флэмми, хотя, судя по этому выстрелу, он все-таки понял, что на правую часть центра кто-то прошел. Что же, до комплексити они будут играть через зигзаг. При этом фейк-раскида не давали, не было таких возможностей. У них всего лишь один дым. Есть ли авик? Да, Симпл работает на рекламе, на машине, электроник в точке, начинается выход. Так, Симпл дал размен по Рашу. Там Джкц, кстати, преждевременно успел забрать электроника. Перфекту Джкц все еще будет по фрагу. 2-2 ситуация. Конфиг знает, что на длине присутствует Симпл и один на один Флэмми против Конфига. Молли классный, на Сити залетает, но Егору придется здесь не сладко. Конфиг даже фейкует. Думал, что Флэмми, возможно, полетит через этот зажигательный коктейль, но Флэмми у нас играет более надежно. Но здесь с авиком сложно, если честно, это раскрутить. Да вообще, наверное, нереально. Причем очень хитро действует Конфиг. Он ставит бомбу на торец второго ящика. Сам работает за Гэндальфом. Тоже не до конца понятно, прочитает этот момент Флэмми или нет. Ну, уже сложно, мне кажется. Уже, да. То есть ему там и топать придется, и смока у него нет. Дай бог, чтобы на точке он валялся. Хотя Киты присутствуют, и может быть, это Надежда, но на опережение, на уверенности работает Кристиан Винецки. 16-8. И даже как-то похайпить особенно не получилось, потому что комплекс и походу всей карты на Мираже, но если они будут играть так, как играли на Дасте, ну, к сожалению, этот матч закончится за две карты. Ребят, ну, Даст как-то очень, особенно после такого Даста от Virtus.pro, Даст от Na'Vi, при том, что это был их пик, оставляет желать лучшего. Ну, мне кажется, после матча Virtus.pro на Дасте этот Даст уже выглядел не так ярко, как в прошлый. И сейчас я заметил, что было очень много таких чистых дуэлей и очень много сводилось к индивидуалке. И в этой игре я заметил, что в комплексе прям все хорошо стреляли, и Poison хорошо с Айком агрессивно играл, и Rush, которого, я думаю, прям очень можно выделить, потому что он не прям часто такие хорошие игры проводит, мне кажется, и в последнее время он подсадал как-то. И в целом остальные ребята тоже очень хорошо играли, а Na'Vi как-то не знаю, не выспались, не то, что не выспались, не успели проснуться, скорее всего, и мне кажется, вот на второй карте, если они выиграют, то Nuk, они последние три Nuk'а выиграли у комплексити, думаю, у них будут шансы большие. Нужно еще как минимум до Nuk'а дожить, потому что последние два миража против Call'ов у них не заехали, да, и в принципе последние миражи у Na'Vi не сильно хорошо идут, но об этом немного попозже. По поводу Дастер, да, Rush провел очень крутую встречу, всем OpenKill'ов и Poison уже плотно с Айвиком попадают, то есть, как мы и говорили, ему просто нужно было время, чтобы вкатиться вот в этот Тер-1 Counter-Strike снова после болезни, то есть нужно было ему все-таки результаты прошла довольно-таки успешно. По поводу Na'Vi, ну, за атаку все смотрелось, ну, более-менее хорошо, да, ну, 9-6 не такой уж и плохой счет. Хотя начали не очень невзрачно, двоих посвятили в агенты, там, ну, совсем в 3-7 такое ощущение, что играли. Ну, да, было такое, но, ну, не то, что прям это прям жестко так сказалось, но под конец игры все-таки картина вырисовывалась именно таким образом, что, ну, не хватает отдельных игроков, да, местами не хватало бумачи, местами не хватало флейми. Ну, флейми, в принципе, не очень провел этот даст, все-таки 8 фрагов, 3 из которых это, мы видим, на пистолетке, 3 еще на эко, ну, и 2 где-то там на бай-раундах нашел. Ну, блин, этого действительно мало, и поскольку Егор еще играет, ну, одну из важных, важнейших ролей я бы сказал на дасте, это опорник АБ, там просто жизненно необходимо, чтобы ты стабильно там один минус давал, но даже причина поражения нави далеко не в этом, поскольку комплексити, ну, довольно простенько, во-первых, играют даст, и, по сути, у них, ну, грубо говоря, два раунда, два с половиной раунда было, в принципе, за атаку на целый даст. Вот я вспоминаю их матчи против G2, и они там, в принципе, всю игру выиграли тем, что просто до упора всегда опять длину ходили и от этого отталкивались, и как бы там G2 не изощрялись, ну, не получалось контрить. Вот, кстати, один из моментов там просто unlucky, раш бежит, три патрона стреляет в позицию флейми, фулл блайнд, и все. Мне-то напомнило, как вчера Нав на развороте с мака дал два патрона просто рандомно в смок, и одним повесил хэд. Ну, в целом, почему, что не получалось контрить у Нави? Да, часто Нави начинали с того, что они занимают длину, но по итогу комплексти в этот момент просто давали раскидку зиг, и уже отыгрывали от зиги, либо делали сплитом выход на базу B. Либо вот очень часто вот последние три там раунда они выходили просто контактами B, да, переждали молик и сразу врывались. При том, что в этот момент Нави занимали как раз-таки длину, то есть они были в самых дальних позициях, чтобы халпать Егору, то есть очень жестко читали, я бы сказал, комплекс команды Нави, и скорее второй раунд с половинкой, да, классическая проходка длины, но тут с комплекс немного допилили это и сделали это все сплитом вместе с зигой, и в итоге не убивали ключевые позиции Нави, то есть не выигрывали элементарно дуэли, вот как у нас был матч ВП и Энс на трене, просто ты не выиграешь в дуэли, и у тебя не получается зацепляться, и плюс ко всему Нави проиграли две пистолетки, то есть как бы сейчас пистолетки были недооцененные, в таких матчапах, когда тебе уже нужно особенно за вторую половину цепляться, эти пистолетки как раз-таки очень важны. Давайте посмотрим раунд, который мы выделили, это раунд под номером 10. Да, там был забавный момент с перемещением в целом по карте от комплексити от Нави, и то, как Симплу, ну по ходу игры прям сильно, жутко не везло, да, он GKS-а прострелил, там на 30 хп остался, в итоге Нави занимает длину, и комплексити застакали 3б, и при этом один поизон с авиком в зиге был. Ну здесь, скорее всего, я думаю, Симпл, даунфу, он увидел, что чувак, который пробегал на B, он его покоцал, и он остался красным. И от этой инфы очень часто команды играют, заканчивая точку B, потому что легче выходить на двоих, и один из которых красный, чем на точку A, где авик, где там 3 чувака, и проще просто развернуться и выйти. И вот ребята сейчас просто подумали, раскидали, и они думали, что все, ребята стягиваются комплексити, перфекта плюс еще чекал пуш, и не заметил никого. Тут грамотно, ну комплексити, во-первых, собрали инфу всю по тэшке, я думал, о, навичь заняли длину, оставили Симпл в яме подавик, и они как раз стягиваются в ТРС, думаю, класс, сейчас будет выход на B плент, в итоге как бы переиграли майндгеймсы, то есть комплексити. где чувак едет-едет, а потом просто видит что-то и сдает назад. Комплексити застакали втроем аплент, и только у нас конфиг в нижней темке, ну в общем, все должно было идеально складываться, и тут ты видишь, как они возвращаются все-таки, типа да, и понимают, что просто их переиграли в этом моменте, прочитали полностью. И вот сейчас дуэль с Пойзоном, опять же, Симпл попадает через ящик, оставляет ему 20 хп, ну и на этот выход захлебывается. Электроник просто решил, что раунд того не достоин и пошел просто в молик. Два таких момента, которые наложились и в итоге не позволили нами полноценно цепляться и выходить на серии раундов, чтобы сделать еще более комфортный счет для себя. Да, и вот последний раунд игры нам показывается. Здесь Пойзон делал такой же мув, как Симпл, но в этот раз никого не увидел, и здесь Флейм не попал по нему, может быть, нечетко его видел тоже. Симпл дал опен фраг в зиге, довольно-таки важный фраг по Айвику, и здесь комплекстики собираются выходить лонг, и Бумыч стоит на старте, и в не совсем позиции, чтобы принимать, мне кажется, потому что здесь ты до конца не подерешься. Он хотел сыграть с Эликом в связке под флешку, но тут комплент, в принципе, прикольное решение нам показали, что отзонили длину вот этими дальними смоками, и Бумыч пытался ворваться уже под флешку, у тебя тут несколько вариантов, да, либо уже сплента принимать, как по мне, было бы так намного комфортней, либо пробовать играть на неожиданность, врываться смог под флешку, но, опять же, это 50 на 50, ты 5 в 4, то есть, я считаю, возможно, где-то этот риск был неоправдан, но в любом случае, ну, игровой момент, да, даже 4 в 4 можно доиграть, но комплы грамотно делают то, что они дальше не продолжают этот обузить лонг, они себя показали на мидле, и в итоге это заставило перфекта играть ближе к мидлу, да, а вдруг они просто выйдут либо контактом, либо сплитом, но так, комплексы довольно все просто делают, делают обычный выход на зиг, и в итоге вразмен 2 в 2, но тут уже у Симпла была полупозиция, и это чудо, то, что он, в принципе, смог сделать этот килл, поскольку, ну, это тяжело вообще такие убийства делать, но, опять же, ты остаешься один в один с авиком в ретейке, да, киты есть, но при этом у тебя нет никакой инфы по игроку атаки, и это уже полностью монетка 50 на 50, и плюс ко всему, ты не хочешь свапать ган, чтобы лишний раз не давать про себя инфу, ну, тем более, ближайший ган у тебя был только в пленте, и все. А когда вы видели последний раз вот такие вот смоки на старт и на лонг, вот эти вот, стеночка вот эта вот, потому что, мне кажется, это из меты вышло года два назад, может быть, и сейчас это необычно было увидеть, мне кажется. Да, мне кажется, даже бумач прям такого не ожидал, что, отгибали эту стеночку, да, действительно, ну, в принципе, такое занимает длины, ну, давно не видели, да, наверное, только вот после того, как Dust пережил ремейк, вот, поначалу это было популярно, в итоге сейчас это вышло из моды. Перед началом этой серии наши партнеры с GGBet спросили у аналитиков и экспертов прогнозы, вот Вульф здесь решил зайти очень надежно, 50 на 50, 1.89 на 89, просто, молодец. Ну, в основном, да, ставили фаворитом Na'Vi, хотя Death и Lama'ch больше в комплексите поверили. Ну, она, в принципе, даже отчасти, мне кажется, такие коэффициенты были заслужены, поскольку Na'Vi все-таки в последнее время показывает не самую стабильную игру, и мы видели, как тяжело все-таки было проходить эту группу EPL, и вот последний матч, ну, для тебя ничего не решал, да, зависел твой выход из группы, только от того, как сыграют остальные ребята. Что же, друзья, в одной карте Natus Wincer от вылета с ESL Pro League, но надеемся, что их пребывание на этом турнире еще будет длинным, поэтому давайте смотреть карту Mirage вместе с нашими комментаторами DeadEyes и Ленин. Слово вам. Спасибо большое. Примерно одинаковые винрейты у комплексти чуть выше, 64 на 57, но и выборка там куда более впечатляющий. 14 карт на игруш против 7 у рожденных побеждать. Все это, конечно, внушает такой небольшой страх, если вдруг вы болеете за Natus Wincer, но они начинать будут в защите. Сейчас мы видим бита, который будет отыгрывать в поджиме ковров B, пока бумыч пойдет душить пелосы А плента. К этому JKS готов. Занимает для себя довольно комфортный угол, но бумыч не пойдет давить далеко вперед. Наказывают бита, но у него остается 24 хп. Данный конфиг ливает у нас сейчас вандер, как раз таки будут сплитом заходить под асайт, то бишь это будет открытие через яму плюс ковры и три коннектора. Комплекс, те электроник готов играть уже на пиксель, выключает поезда, нараж мгновенно находит размен, на ниндзя отыгрывает у нас еще и как раз таки у нас погибает в этой ситуации. Какая же стрельба жесткая у комплексики на этой пистолетке. Бит последним остается, при том, что именно он получал стартовый урон. Ну и кстати, к слову насчет вообще миража, у Na'Vi последние три игры против комплексики это три поражения. Да. Это удручает, конечно же, но возможно именно сегодня этот стрик прервется. Ну, деваться некуда. Опять-таки, либо прерывать стрик, либо отлетать со счетом 0-2 по картам. Да, и без татухи болтс у нас бумыч останется. Так, он же уже обещал сделать. Если выиграют турнир. А, если турнир выиграют? Да. А, я думал, если мебры выиграют. Мебры выиграли, выпустили Na'Vi в плей-офф и при этом Na'Vi должны еще турнир выиграть, тогда будет татуха. Такой расклад. Это в инстаграме прямо было? В переписке было, если мы выиграем турнир? Да, да. Все так и было. А, так это так неинтересно, если мы выиграем турнир. О, если я стану мультимиллионером, о, столько я там всего сделаю. Я думаю, он уже должен был набить. Тогда, ладно. Друзья, форс-раунд от Na'Vi. Этого и следовало ожидать. На Дасте при таком раскладе в защите делали Natus Winzer то же самое. Вот, игра через центр. Здесь плотная стена смоков и старт, и окна заперты. Нужно что-то предпринимать Na'Vi. Они пошли в поджим ямы вдвоем. При этом мы видим стак 3B от рожденных побеждать. Идут до концам. Здесь раш. Его должны, по идее, на размине. Или даже фрага рашу не дадут. Так и выходит. 12 хп у бумача и 5 в 4. Очень важное стартовое преимущество получено. И GKS, что немаловажно, не выпустили из ковров. Таким образом, даже красного бумача он не добил. Но комплект развивает атаку через зиг на B. Здесь симпл. Но у него нет армора. Промагивается, отвлекает внимание. Но все-таки бит и сам симпл погибают. Как ни странно, комплексити выкручиваются и из этой истории. Бомба ставится под зиг. Все в безопасной зоне для комплексити. Да, ну и нави тут, скорее всего, стоит просто засейвиться. То, что уже остается. В следующем раунде тоже можно применить эти девайсы. Но как же неприятно. GKS заходит в спину сейчас к бумачу. Бойзон там еще начинает по коннектору через деревьяху настреливать. Перфекту отправляется сейчас под т-спаун. Ну, кстати, там ему выдвинулся навстречу GKS. Австралиец, конечно, огневой мощи. Ну, нет, возвращается под телевизор, говорит, ну его эти перестрелки пусть сейвят там себе Галил тут с ТЗшкой на здоровье. Главное, чтобы у нас все было в порядке по экономике. Ну и комплексити. Здоровский старт. В общем-то, сейчас имеется. Ждем уже, конечно же, девайсного раунда. Но, возможно, нави удивят, как это было еще на Дасте втором. В парочку девайсов. На данный момент это именно один Галил да, от электроника плюс ТЗшка перфекта. Может быть, как-то еще стакнутся, угадают, комплексити наткнуться на них и получится это все разыграть. Такое тоже возможно. Но комплексити уже парочку раз наступали на эти грабли в рамках карты The Dust 2. Так что сейчас подойдут во всей уверенности. Ну и, наверное, лишним будет добавить. Матч этот, как и прошлый, у нас на вылет. Вообще, немного странно, да, что не дабл элиминашн в таком серьезном турнире, то есть лига месяц, а в плей-офф у нас почти все матчи на вылет, кроме, получается, плей-ин. Там команд, которые вышли с первых мест, будет возможность и шанс еще проиграть. Ну или пройти впрямиком в полуфинал. Блейм. У него вообще ноль убийств, ноль смертей, ноль урона внесенного. Бумыч поджал яму. А он все-таки в последний момент ускользнул. Да, услышал это игрок комплексити. Ну и, кстати, возвращаются все на исход, но именно под выход через яму. Блейм ловит бита в этой ситуации. Неприятно. Но при любых раскладах у нас нави сейчас стакуются втроем уже под асайтом. Плюс подходит электроник. И, кстати, сейчас будет ДТП. Тут Блейм и Элик, кто кого первый увидит. И электроник первый все-таки реагирует. Дропает сразу же поближе к тиммейту. И на симпл. Девайс. Бумыч, Бумыч! И на головы просто... Нет, а ту голову и второй фраг просто делает сейчас Юспик. Один остается поясом против двоих, а там уже два девайса. Да, симпл без армора, но на это может быть плевать, если электроник сейчас проявит инициативу, но здесь симпл. На те же грабли комплексити. Велком на Мираж! Вот этого, наверное, меньше всего комплексити ожидали. Два килла от Бумыча из Юспа. Насколько сложно в это поверить. Хотя врыв с Моут тоже выглядел, скажешь, что странным, ничего вообще не сказать. Причем флешки-то никакие через крышу не летели. И я даже не могу понять, что собирали сделать комплексити. Коэффициенты от наших друзей примерно одинаковые. 1.84 на Нави, 1.9 на комплексити. Причем про статистику уже тоже сказано немало слов. И про последние проблемы на Мираже от Натус Винсера. Поизон отыгрывает на П-250. Два Калаша и два Галила. Третий раунд к ряду. Бумыч тушит бит. И сейчас ДжКС пытался его поймать. Бумыч так и не открывается. Собрал стартовую инфу, развел на Молик и спокойно отошел на номинальную позицию. Сейчас он стоит под коврами и отыгрывается с Электроником, который стоит в глубине сайта. Да, ну и присоединяется еще Симпл на оборону Аплента. В общем-то, на Дель Пани будет отыгрывать. Коннектор сейчас проверяет, но комплексити в этом раунде особо не торопится. Собираются максимум информации получить перед своим выходом. У нас в Андере действует как раз Блэйм. ДжКС ждет поджим через Яму. Электроник возвращается на исходную под окно. Вот бойца нам было бы неплохо здесь подловить, но кладется от атаки Смачок. Так, ну и на шарте действует у нас сейчас Бит. Должен не выпускать атаку под удобные им позиции. Но там, кстати, подсадка сейчас в окно готовится. А вот Конфига все-таки пропустил. И если Смачок развеется заберет Бумыча, то будет совсем не здорово. Под Конфига флешка залетает, но тут начинает наспреивать, но это никак его здесь не спасает. Симпл получает по себе урон. Блэйм отключает бита. Блэйм минус 2 уже оформляет Бумыч. А тут спину раш приходит. Симпл не успел его забрать до момента гибели своего тиммейта, но Симпл ухо отрабатывает. Зато еще по GKS и капитан комплекс остается в одиночестве против двоих. 23 секунды до конца и будь Блэйм сотой мы бы, наверное, в него еще как-то могли поверить, но ничего подобного. Делает фейк запрыг у нас Блэйм. Никто на это не ведется. 13 секунд, так как к следующему раунду денег не будет. Блэйм отходит для того, чтобы сохранить свой калаш. Словом, счет становится 2-2 и Нави, несмотря на то, что где-то в середине раунда получили неприятные для себя размены, все-таки выходят сухими. Из воды не выигрывают еще один раунд для себя здесь за сторону защиты. Ну и вот вопрос, который у меня возник, а что там в принципе по балансу сторон за прошедшие 7 Миражей? Немного превалирует, даже немного на Барона. 55% на 45% в рамках карты Д Мираж у Натус Винцера. Не знаю, какая там статистика у комплексовки конкретно по всем матчам, но вот из последних, что я помню, там огромные проблемы в атаке были и камбэки за защиту. Это вот в большинстве последних матчей. Против Виталики это было, против других коллективов, вот именно защита там в порядке. А вот с атакой, конечно же, бывают интересные моменты в комплексите. Хотя, вот знаешь, за такую серьезную выборку 14 карт за 90 дней это довольно серьезно, баланс идеальный. 50 на 50 прям. Ну, 49-76, то есть если мы округляем, ну 50-50 получается. Ну да. Так что, ну не знаю, Мираж, опять же, это карта не про стороны. Главное, это работа, которую провели на Ави. Ну и комплексите тоже подготовительную перед этой встречей. Блейм с Калашом пока что тусуются на телевизоре, играют в отрыве от тиммейтов. Те, я так понимаю, хотят занести бомбу, потому что она как раз на коврах находится вместе с Пойзоном, пока два игрока комплексите сидят в яме. Шифтами Блейм отходит к своим тиммейтам. Ну и скорее всего, пока пистолеты будут выходить в авангарде обороны. Блейм просто попытается их разменять. Таков план, но, наверное, первостепенной задачей здесь будет не победа в раунде, а, как я и сказал, просто занос бомбы. Бумыч за дефолтом. Койзон он забирает. Джей Каэс, но размен не уцепился. Акил от электроника 3-4 в одного пока что разменный для Натус Винцера. И тут приходит Симпл, забирая Блейма с Калашом 3-2. Ну ничего особо полезного из этого раунда комплексите не извлекли. Да, возможно, если бы через ковры открывались не с прыжка, а просто под флешку от тиммейта, возможно, было бы сразу забрать Бумыча, допустим, завладеть девайсом, вставить пачку и так далее. Но решили сразу дропнуться. Возможно, не рассчитывали, что Бумыч 100% ослепнет. И на этом, в общем-то, сами и погорели. Так, ну а сейчас есть перезакупка. Блейм, поскольку нас сейвил, да, в одном из предыдущих раундов, остается на Мактэне. Остальные же там Калаши плюс Галил. Ну, неплохое количество раскидки по старту. Кстати, ход по зубе достаточно быстро попытается, наверное, занять, но Симпл уже в обмиде ловит конфига. Такой довольно стандартный маневр для карты Мираж. Из окна ты запрыгиваешь на Зик и в тайминг ловишь пропрыгивающего игрока атаки. Вот такой дым на старт. Комплексы, кстати, будут просто уваливаться в Б, но тут, по-моему, закрыты. И Перфект, и Бит готов принимать. Хотя важно не проиграть вот такие, такого рода перестрелки. Килл от Джей Кэса и Перфекта понимания есть, хотя два тиммейта на кухне уже у него за спиной. Разворот от Ильи и мгновенно два размена от Пойзона и Блейма. Два в два бомба ставится на угол бэксайта. Выбивание Савиком и Кольтом. Бумыч в шорте. Достаточно непростая ситуация сейчас для Нави. Если Бумыч не успеет среагировать на Блейма, то пиши пропало, хотя забирает Пойзона и реакция мгновенная. Бумыч, как же он хорош сейчас. Но Пойзон абсолютно не ожидал, у него соперник, рассчитывал все же на тиммейта, но Бумыч оказался куда хитрее. Комплексити, да, бомбу поставили. Ну, кстати, что там посредством будет? Три с половиной где-то. Ну, по четыре даже. Можно опять перезакупиться, в принципе. Почему бы и нет? Да, и повтор от Бумыча. Ну, идеально. Идеально выбрал угол. Если бы просто там дефолт не открывался, то, скорее всего, бы раунд этот Нави отдавали. Ну, здесь не идеально, конечно, Пойзон встал. То есть от Зигзага он не был защищен никем, кроме тиммейта, но тиммейт сидел в уголке. Так что такая вот у нас позиционка. И такой вот автомобиль появляется, друзья, со всеми функциями, которые вы можете выиграть. Это KVL F7 с системой автоматического торможения, беспроводной зарядкой, удобнейшей цифровой панели приборов, интересным дизайном, невероятный кроссовер. Еще и с подключаемым полным приводом, семиступенчатой роботизированной коробкой. Бензиновым движком, там разные вариации есть. В общем-то, можете или сами приободриться, ну, или посоветовать родителям и потом рассказывать школе, что ездите на Хавейле. Прикольно. Здорово звучит, по крайней мере. План Капкад. Так, ну, сейчас довольно-таки сильно Нави укрепляют базу БС. Сразу три аппорта там присутствуют. Молик под шорт залетает, не позволяя на таком фигу. Там действует бит, выключает раша. Симпл даже пока что еще не понадобился, поскольку его тиммейты сделали всю работу сами. Хотя вот и Симпл. Эмблейма выключает конфиг, там, медалага просто в центре за Молика не зашел в шорт, обходил, а пока обходил уже вся команда, в общем-то, и полегла. И вот Нави. 2-0. Комплексити ввели, забирает Нави экономически и как бы здравствуйте, 5-2. Вот он довольно-таки уже неплохой перевес по раундам имеется, учитывая, что в следующем раунде экономики в комплексити не останется, можно даже выходить на шестой, но конфиг пытается сейчас поработать напрямую по экономике коллектива врожденных побеждать. Да, по всей площади карты пытается выискивать для себя какие-то дуэли, но Нави проще просто даже в четвером, наверное, где-то под базой бестать и вообще даже не рисковать ни разу. Как чадик сразу приободрился после даблкила. Говорят, вот бит минус 2, где хейтеры, что съели, что там дальше, что там кто про бита писал? Вот, вот он Валерий. Уважаемые зрители, два фрага и пятый раунд для Нави. Теперь уже трудности вполне осязаемые у комплексити. Дадут по 3-400 получается и плясать будет от одного калаша, ну и пистолетов, арморов у остальных. Да, оборона пока клеится, это мы можем сказать наверняка. Но, когда Дайси подмечал, в принципе, это можно проанализировать по последним матчам, что как раз в обороне у них все очень четко. В частности, себя классно чувствует поезд. Реально, с авиком. Если на некоторых других картах, вроде Инферно, у него углы не пристреляны до конца, то с миражом он знаком словно с самим собой всю жизнь. Пауза. Тоже ожидаемое решение от комплексити на этой стадии. Раш, который, конечно, отстрелялся на отличненько в рамках карты до ДАС-2. Даже интересно, с какой статистикой он ее закончил. Давайте-ка посмотрим. Раш 25 на 14. Шикарно. 1.66. У остальных тиммейтов от 13 до 16. Настолько сильно выбивается Раш у ближайшего преследователя из НАВИ Симпла 18 на 15. Ну и сейчас у Раша 5 на 6. В принципе, все равно топовый, если посмотреть в своей команде конкретно. Так, ну и что? У нас 4 пистолета, как ты подмечал, плюс калашик имеется. Арморы целых 4 даже закупили. Так что, если какие-то девайсы будут выбивать, то вполне себе могут еще с ними включиться. Ну, либо если конкур погибает, то есть кому подобрать этот калашик. Так, Раш подбирается сейчас в близкую. Там, кстати, бомба на руках имеется именно у него. Поэтому первым номером, наверное, не стоит открываться. Блейм занимает андер. Ждет, возможно, какой-то прочек с окна, но откуда прилетает лишь хаешка. Блейм такой, спасибо, вкусно, минус 40 хп. Так, там, кстати, зазор еще в смоке остается через коннектор. Как бы им никто не воспользовался. Но здесь продлевает комплекс еще одним смоком. Так, ну и под базой B3. Вот нави в кухню, правда, бит сейчас сместился. И через шорт плюс апарт. Есть вот другие атаки, раш, ну, это прохладно, если честно, история. Перфект здесь расправляется на раз-два, симпл также подключается, но вот против поезда с пистолетом уже реагирует. Так, наверное, Блейм также весьма хороший сейчас против электроника, но остается один против троих. И сделать здесь уже вряд ли что-то получится, тем более, что бомба не на руках, времени 40 секунд. Расконтролить это будет очень тяжело, тем более, что Бумыч и сам не прочь найти для себя фраг через окно, но Блейма упускает из виду, симпл тоже не открывается столь широко с шорта, но Блейм, кстати, может пройти в спину сейчас Бумычу. Нет, то дропнулся уже в Андер, все нормально. Какой-то давно он ушел. На Блейм, мало времени у него, разве что до бомбы никак ему уже не добежать. Нави после потери Бумыча просто перестраиваются. Один уходит на контроль ковров, второй посматривает китчен, в общем-то все точки закрыты, и все, что остается Блейм, уже не в первый раз, по-моему, за эту карту, это сейвить. Наблюдаем за приемом от верфекта, блестящая работа, но и с другой стороны снова пуш в дым. Уже мы, как минимум, во второй раз от комплекции это видим. Сначала они проиграли эко-раунд на АВИ, где Бумыч, просто принимая в смоки, давал 2 кила из Юспа. Ну и сейчас примерно этим же отличился Перфекто. Пока у него статистика 5 на 4. Так, ну есть АВИ для бойза на сейчас, засейвил у нас Блейм калаш, на гранаты средств ему хватило. Конфиг, правда, остается на дегле. Полагаю, там ничего подобрать уже нельзя будет. Хотя, кстати, Блейм там мог бы и Мактен дропнуть, так, если что. Но, видимо, конфигу поудобнее будет. Именно с дегла поиграть. Здесь Бит. Кстати, у нас именно с калаша открывается через окно. Обычно у нас там снайперская винтовка старается первым номером играть. Но решили так, и Бит достаточно серьезно пострадал по ХП. Флешка абсолютно не блайндит здесь Бумыч, ГКС тоже столь далеко дайвить не стал. Но здесь дабла от атаки и Раш с легкостью с Бумычем разбирается. Электроник закидывает там еще ХЕшку, но комплексы не стали идти далеко вперед. И вот сейчас расплетится на Ави, так полагаю, 3 плюс 1 по сайтам. Причем идет на сближение перфекто. Нет, нет, нет. Просто запрыгнул и будет ждать уже, если что, подмоги. Да, Бумычу набросили флешку на пуш Ямы, но она влетела только в одного игрока. Второй лейер комплексити был на прикрытии. Все здорово закончилось. Перфекто позволил себе поджать. У него АУК подходящее. Оружие, наверное, для такой ситуации даже если килл не сделает, он, наверное, это идти сможет вполне спокойно. У него проходит с трейфом. Перфекто делает вид, что уходит, но отстаивается на мужика. Там же Бит находит свое убийство и снова атака комплексити по старту захлебывается. Очень многое позволяет себе Перфекто. Ни Пойсон пользуется этим, но бомба-то на зиге выпала. Два оставшихся игрока Колу находятся как раз на коврах. У Электроника очень неплохой угол. Видит он голову, правда, немного в стрельбе ошибается. Еще и патронов у него оказывается нет. Ну, а это был байт. Минус от Симпла. По Поисону набрасывается плейм на Электроника и момент один на один. Пытается развести Симпла на выстрел. Ходит то с левой, то с правой стороны. Идет на колонну под названием Эдвард. Симпл, однако, в более безопасном углу действует, выпрыгивает. И сейчас будет повторный выпад, наверное, 14-13 секунд. Отходит блейм. Симпл очень сильно рисковал, но на 20 хп выживая он забирает вражеского капитана. Счет становится 7-2. Снова-таки не было бомбы, а значит и денег на бай у комплекса будет мало. На тоненького, откровенно говоря, здесь все получилось у Нави. Там Электронику, если честно, очень не повезло. Мог бы сразу выключать Поизона, но стрельба чуть-чуть подбила в этом моменте. Благо, Симпл и правду здесь подстраховал по итогу и раунд сейвит для рожденных побеждать. Что там? Там по 3-400, скорее всего, у нас какие-то пистолеты. Может просто раш... О, окей. По 3-700, 3-400 он решает закупиться. Потому что гранат там ну совсем как портно плакал. Ладно. Смотрим, что они с этим придумают. С минимальным количеством раскида дефолт разыграет, либо все-таки сплит. Не, ну здесь сплит уже вырисовывается. И правда, Дублейм занимает подвал. Плюс через коннектор действует конфиг. Но Нави вот очень классно подстраиваются под раунд. Я не знаю, это чтение от Нави сейчас на высочайшем уровне, потому что идут комплексы на B, их там 3 встречает. Сейчас готовится сплита плента. Тоже 3 игрока находятся уже здесь. Да, хотя, конечно, 3 на это дефолт, но позиции под прием. То есть на коннектор в ближнюю, а вот ковры будут перениматься издалека. И аугов сразу 2. Один из них как раз у Электроника. И он на ковры посматривает. Здесь у него явно будет преимущество, если комплекс эти не поработают достаточно грамотно по гранатам. Плюс дым. Еще будет некоторое время подождать, а конфига уже закидывают гранатами. Симпл не оставляет рашу шансов. Еще один минус. Правда, есть размены от Пойзона и конфига, но Симпл просто неумолим. 3 кило от Костарева подключается здесь же и Бит. Пойзон вырубает его. Остается 1-2. Дым развеивается, но Бит успевает занять позицию на левом уголке. Бойзон дожимает по перфекта, но Бит понимал, что соперник красный. Ждать про пика со Стерс он скорее всего не будет, а даже если будет, у Валерия должно быть преимущество. 8-2. Ну что, комплекс, может до Талова уже будем закупаться на 3-400? Я думаю, стоит и правда сейчас подэкономить. Симпл, конечно, здесь произвел просто колоссальную работу, но эти мейты тоже не сплоховали. В общем, доиграли раунд надежно. Вот размен практически получилось. Так, ну что, 3-400, 3-500, 3-700. Не знаю, может, там, один калаш плюс 4 пистолета сделать, что-то подобное. Ну, чтобы была реально огневая мощь, но при этом было чем подстраховать, в общем-то, своего тиммейта. Но Нави, конечно, классную серию сейчас демонстрирует. GKS весьма недоволен, раш какие-то расклады дает. Говорит, сейчас, ребят, все будет. Вот будет или нет, это еще вопрос огромный. Блин, все нормально. Я на мажоре вообще-то против фейс камбэк дал на третьей карте. Еще тут какие-то Нави. 1-91 на Бест-Оф-3 серию дают нарожденных побеждать. 1-87. Имею в виду, что коэффициенты одинаковые, при том, что комплексити, напомним, выиграли первую карту и с очень-очень уверенным счетом. Все-таки в данном раунде комплексити решили немного опуститься и отыграть довольно стандартно. 5 диглов, арморы у всех, кроме поезона, он копит Навик. Небольшой набор гранат и отыгрыш через центр с параллельным контролем ковров Б. Симпл. Ох, я только сейчас на его стату посмотрел. 14 на 3. Впечатляет. Да, здорово включился сейчас. И вот комплексити еще тоже можно сказать. В атаке у них дефолтный счет по последним играм это где-то 10-5. Вот что-то в этом стиле. Да, да, да. За атаку 5 раунд уберут. Если Нави задушат на 12-3, 11-4, это просто вообще превосходно будет. Потому что это пятерочка для комплексити. Буквально пистолетная серия плюс девайсный позволяла им очень легко возвращаться. Если набрать больше, то в общем-то Нави желательно бы еще пистолетку выиграть. Хотя бы одну уже за сегодняшнее Best of 3. Так, Electronic в окне находится. Blame подходит поближе. Но здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Blame. Вот это реакция. Здорово. При том, что Electronic полностью прочел здесь нахождение своего визави. Boomage отыгрывает сейчас на дефолт. Тираж. Погибает здесь. Сразу в смычок вливается. Boomage! Пламенный привет передает сразу троим игрокам комплексити. На юспик приключается. Но Poison проконтролил его ДжКС. Голову перфекто вешает. И последним остается бит. Ну что, Валерий, давай клатч 1-2. Получится ли сейчас совершить? Ситуация, конечно, не из простых. Но вытащить вполне можно. Расплетил, в общем-то, свой спрей подвоим. И на этом Poison его и подловил. А денег у Нави практически нет. А как так вышло? Эх, бит. Вот если бы он спрятался где-то под стерсом, то забрал бы игрока, что пытался спрятаться вот здесь за фаербоксом. Остался бы 1 на 1. Бумыч на самом деле тоже делал все, что мог. То есть такой врыв через смоки и невероятно героические три фрага. Но тут все-таки широковато, конечно, бит открылся. Подожмись под левую стенку. Может, все бы и получилось. Матч теперь уже на технической паузе. И, наверное, для Нави это даже хорошо. Я, правда, не уверен. Мутятся тимспики во время технической? Не знаю. Технической, скорее всего, нет. Ну, то есть это просто странно было бы. Ну, да. Хотя, быть может, всякое. Опять же, может быть, в лайв-студии расскажут. Пока начинаются ожидания и мы ждем информации о том, что же... Уважаемый режиссер, что по инфе? Сообщите нам, пожалуйста. Будем весьма благодарны. Ну, думаю, если бы по лавре уже посообщил. А пока вы можете спросить у нас в чате, говорят, что, например, на какой машине лучше всего ездить или на какой площадке лучше всего смотреть фильмы, где... Лучше всего тренироваться. Тренироваться, да, учиться разработке игр или, может быть, будить ставочки. На какой вопрос вам приятнее было бы получить... Ответ. Так, так, так. Ага, вот, вижу вопрос. На какой машине лучше всего ездить? Пользователь Маэстро Степан. Специально для тебя отвечаем. У компании Хавел. Хавел есть очень клёвый кроссовер под названием F7. И приятно на нём ездить. Фильмы лучше всего смотреть на Мегуго. Там есть не только они, а и сериалы. А, кстати, брошу вам небольшой такой инсайдик. Некоторое время назад, парочку дней, мне написал один из работников Мейнкаста, да, и попросил у меня топ-15 фильмов. Так что, вероятно, в ближайшее время вот это вот, как правильно назвать... Лучший фильм от тебя сменится на подборку. Комесо Фортуны, да, то есть там будет не только Американская история Икс, не только Форд против Феррари полтора года, не только Вилат, значит, будет нам всё это время советовать Бойцовский клуб, но появится что-нибудь ещё. Ну, то есть 15 фильмов, это серьёзно. Да, я даже 17 накидал. А я тоже, кстати, 17-18, что-то такое. Так, ну, ждём. Пока что информации, как нам сообщил режиссёр, не присутствует. Что-то, может, наш ЛТВ прочекать? Может, вылетел кто-то? Сейчас гляну. Или с пингом у кого-то проблемы? Форс-раунд, как мы и подмечали ранее, денег у них внезапно после неплохого стрика осталось немного. Но, так как у Симпла АВП, также АУК у Бита, шансы всё ещё остаются на взятие раунда вполне неплохие. Очень глубокий дым пробрасывается на ковры Б. Это может заставить комплексти думать, что они заняты. Но, как самоуверенно, да, работает буквально одна флешка. Ну, и теперь комплексти получили инфу. Никого поблизости к коврам Б нет, значит, можно не опасаться за это направление. Ещё из интересного у НАВИ, в принципе, укрепление 3Б прямо сейчас. Ну, если бы комплексти разыгрывали там быструю атаку, скажем, на противоположную точку, это, как минимум, позволило бы НАТО с Винцера засейвить. Поздние дымы залетают на коннектор и на окно смог в ответ на шорт от обороны. Да, бит, ловит сейчас Молик под себя, но Славочки мгновенно его плейм контролит. В общем-то, голова прилетает, шансов не оставляет здесь никаких. Раш также через Андер уже открывается. Электроник, кстати, в ладер-руме. Блейм на топол. Элект должен был явно это слышать. Давайте информацию для Бумача. Бумач в упоре с МПшкой играет. Раш должен здесь хоронить. Тут открывается спиной флешка. Какая, по-моему, там прилетела. Но в любом случае Симпла, кстати, здесь оставляют закрытым. Флешку под себя Костали внакидывает. Вторая прилетает у тиммейта. Блейм контролит металово здесь его. Но как бы здесь самому не проиграть эту ситуацию. Электроник очень вовремя подключился на помощь. Электроник с ССШки просто минус два оформляет, оставляет Джекэса одного против троих. Промахивает абсолютно спреем своим австралиец. Ну и Симпл занимает уже более удобную позицию для себя. Плюс Перфектус с парапета готов подключаться. Правда, оставляет Джекэсу 6 хп, но здесь, скорее всего, уже мертвая ситуация. Джекэс не читает элика. И именно Электроник становится героем этого раунда со своим трипл килом. Хотя опасно, знаешь, если бы Джекэс вывалился и там забрал бы третьего. Вот это было бы супер жестко. Но нет, 9-3 и этот форс раунд Натус Винцера с гордостью выигрывают. Мне особенно понравилась вот эта тусовка на джангли, учитывая тот факт, что, по идее, Электроник должен был отвлекать внимание на себя, а Симпл с Авика нарезает соперника. Получилось все наоборот. То есть Симпл выходит, как бы отвлекая внимание, Электроник с ТЗшкой дает 2 кила. Не очень понятно. При этом, посмотри, какая все равно закупка у нами. Вот, вот. Два кила, но это не важно. Электроник реализовывает уже Кольт, забирая Блэймэфа, Джекэс. Кстати, Бумэдж здесь в упоре отыгрывает под коврами. Конфиг закрывает сейчас смоком коннектор. Бумэдж на сближение пошел на Джекэс, был готов к этому. Перестреливает его. Симпл на Авдельпане, надо отрезать атаки. Нет, нет. Здесь абсолютно ничего они не делают против снайпера и Симпл, конечно же, этим пользуется. Поизон выключает пазу Б, Раш. Очень неплохо, кстати, по Симпле. По Симплу. Симпле. Симпле просто. Ну, он так и подписан, в принципе. Поэтому все нормально. Но все-таки тушится, неважно. Джекэс простреливает. Костырева. Бойсон под прикрестными позициями, но бит открывается раньше. Флешку ловит Электроник. И Нави оказывается еще в худшем положении, чем в прошлом раунде. Сейчас они, по идее, обязаны сливать и отдавать пятой комплекс. И, кстати, тот сценарий, о котором ты говорил, сейчас вполне возможен. То есть, свои пять в атаке комплексти берут, а потом показывают нам. Причем, в последних-то миражах у Нави атака как раз не шла. Если мы вспомним катку против Фури, тогда Нави ввели 10-2 за оборону и в атаке ни одного раунда они не взяли в принципе. Да, да. Такая вот статистика. Так и было. Но, посмотри, тут не то, что пять раундов, тут на все шесть можно претендовать. Тут пистолеты сейчас, ну, совсем все плохо для Нави. И вот вам те самые напряги, да, которые создавали комплексити из раунда в раунд. Ну, вдвоем там и так далее. Нави выживали. Это, конечно же, сейчас приносит свои плоды. ГКС выключает с ям бита, причем через смачок там, ну, видимо, зазор какой-то был. Так, бумачи. Пропушил ковры, понял, что там абсолютно никого не присутствует, но он здесь один остается. И это главная проблема для бумачи. Даже если находит один фраг, а этого даже не случилось, то для комплекса здесь все здорово. Легкий, легкий займ аплента. Постановка пачки будет незамедлительно. И, конечно же, я не знаю, стоит идти выбивать или нет. Наверное, нет. Калаш какой-то отдать не очень хочется. Но Блейм рискует. Непонятно вообще зачем. Ну, вот, правда, может быть. На статистику играет, да? Типа вот 11 на 9, а тут уже 12, плюс рейтинг. Перфекта передает ему добрый вечер. Я, кстати, диспетчер на коврах, иду за вашим калашом. Залетает дым, Делик его спокойно подбирает. Ну, вот это, конечно, Блейм. И вот скриньте. Реально высокая вероятность, что в следующем раунде Элик с этим калашом просто раскрутится и похоронит всю команду комплексити. Может, конечно, и нет. Но сейчас остаются хотя бы шансы. Еще раз отметим, это был форс в ноль от Нави, а значит, в следующем раунде денег будет, ну, тоже крайне мало. Так что этот калаш по-хорошему нужен был как воздух. И Блейм его просто занес. Да, подарки, подарки от Блейм Фа. Все, СНГ комьюнити передает ему спасибо, я думаю. Посмотрим, сейчас получится ли реализовать, потому что, если да, думаю, шишек себе поймает много Блейм. Так, ну и, друзья, не забывайте, что если вы давно хотели сделать свою игру, да еще и в команде единомышленников, сейчас самое время выбирайте свою профессию на факультете игр в Skillbox, разрабатывайте игры под руководством наставника и начните свою карьеру в геймдеве. Ссылка на курсы по трансляции имеется и там не только эти курсы есть. Там еще можете стать настоящей киперкотлетой, если хотите, в общем-то, врывайтесь и, возможно, мы с Лениным уже через год будем компетировать туда ваши игры. Ну, а сейчас Электроник поджимает подвал, реализовывает калаш и, причем, убивает именно Блейм Эфа. И дальше поджим, где размена Теллика его не будет. Вот это раш, конечно. Вот это попадает. 12% здоровья остается у него. Но у Na'Vi есть варианты. Обратите внимание, абсолютно пустая база B. Вся команда на S концентрирована на S. Сюда и заносится бомба. JKS выпадает из коврова. Бумыч пока что живет. Минус от Simple по конфигу. Бумыча все-таки забирают и теперь комплексити поняли, что они на самом деле увернулись из-под того еще удара. Успеют ли рожденные побеждать? Перестроятся. Simple, по идее, в позицию свою влиться успеет. Он на кичник, ему же переходит перфекта. Rush, по-моему, бежит первый, он красный. То есть отрабатывать будет на инфу. Его спрыг слышали. Попадание от Simple четко в голову. Через Under должен поизо, наверное, ливать под Asite. Там как раз JKS через яму сейчас откроется. А вот Na'Vi смогут ли сейчас прямо они перестроиться? Скорее всего, там просто шарта будет Simple контролить. И вот перфект. Да-да-да, вроде бы успевает. Если, конечно, JKS не сумеет здесь первым оказаться на нужной позиции. Но нет, все. Перфекту джангл занял и будет видеть это открытие от игроков в комплекте. Но у Пойзона есть зажигательная граната. Если прокинуть ее под джангл, то, в принципе, Перфекту там будет нивелирован на некоторое время. Но открывается контакт на Пойзон. Плечко показал и поторопился. Перфекту. JKS на широком стрейфе въезжает под Перфекту, минусуя его. Ну что ж, открывается симпл из коннектора. Ну и на этом, в общем-то, момент заканчивается. 9-6. Это хорошая щетка для атаки команды комплекте. Да, мы уже озвучивали, что номинальный их баланс. Атака на Мираже. Дела у них хорошо клеятся далеко не всегда. Сейчас баланс сторон 55 за защиту против 45 за атаку. За последние карты Блейм уже идет невероятно самоуверенно поджимать центр карты. Пока основной костяк Нави пытается выйти через яму и здесь их встречает JKS. Блейм. Господи ты, боже мой. Как так вышло? Три игрока на Тус Винцера падают, при этом на ОКП комплекте не потеряли. Вот это боль. Чуть поизон голову перфекту вешает. И про бомбу здесь даже речь не идет. Возможно, Электроник найдет для себя какой-нибудь один-два фрага, но конфликт в очень хитрой позиции. Электроник вряд ли будет даже ее проверять. Да, еще одна голова. Пять фрагов, пять хедшотов. Здорово. Комплекте с Юспика в этих полетело. Так, ну и Нави. Бомбы не было, что Форс, я думаю, не будет здесь присутствовать. А вот сделать экономическое, вот уже в следующем закупиться калашами, будет более благоразумное решение. Так, наверное, ребята и поступят. Пока вопрос в чате. Если я правильно помню, то Нави была одна из лучших команд по победам в пистолетных раундах. Что с ними случилось, товарищи комментаторы? Как думаете? Сказать сложно, но на ESL Pro League в принципе такие шаткие результаты я бы связывал с экспериментами, которые здесь проводили. Нави все-таки внедряют и бита, и с другой стороны соперники хорошо готовятся. Да и пистолетки сами по себе это тот еще рандом. Сейчас, конечно, стрелять все умеют. А вот твое мнение каково? Да, полностью согласен, если честно, с тобой. Здесь, ну, пока что Нави еще, скажем так, находятся в построении, наверное, команды. Ну, учитывая, что вот замены, да, залетают там на карты. Бита пытается внедрять как можно больше мапула. Плюс электроник, да, недавно там капитанил, потом бумыча вернули. Это все, конечно, одно на одно складывается. Пистолетки, я думаю, тут, конечно, тоже как-то связаны, но в целом надо смотреть на игру Нави. Так, Poison ждет сейчас открытие через ковры. И тут с формилки просто одно удовольствие должно быть забирать для себя. Два минуса находит. Остается, правда, на семи хитпоинтах, но там уже команда подстраховала. И, в общем-то, пять в ноль, второй раунд к ряду комплексити забирает. Экономика весьма неплохая, при этом одна лишь формилка на руках. Ну, да, я не знаю. Ну, Poison, наверное, не останется. Сейчас комплексити проще, наверное, отдать этот раунд и уже закупить. Ну, если отдадут. В следующем у них будет хорошая закупка. Что касается Нави, у Симпла вообще 3750 было. Закупают голый калаш и второй армор без единой гранаты. Гранат также нет у Перфекта и Электроника, так что общее их количество составляет 8. Комплексити, в свою очередь, отыгрывают 3б. Двойная подсадка на ковры в надежде уцепиться за ранний фраг, но Перфекта работает на опережение, так что, уворачиваясь из-под удара он еще и сносит 38 хп Рашу. Синкронно с этим Электроника пробрасывают на яме, у него минус 40, так что даже здесь комплексити умудрились разменяться в ноль по урону. Так, ну и прошли все-таки Нави в Андере, там, кстати, на сближение хочет открыться Пойзон. Но МПшка и вот подсадка сейчас, будет ли он? Ну, нет-нет-нет, здесь Нави, конечно, без проблем должны его контролить, но, но, но Симпла забирает, а как вообще это позволили? У вас там 4 человека, никто коннектор не контролит, Нави. Так нельзя, и GKS на яме ловит Электроника, да, он остается на 19 хитпоинтах, но в любом случае это не дело. Плюс по джиме сейчас Раш находится, по телевизору, возможно, будет душить до конца, либо ливнет просто Вандер, как одна из опций у него есть. Блейм контролит сейчас решетку, и вот Перфекто может сейчас пострадать, если тот самый Блейм под него откроется, и Перфекто все-таки выигрывает эту дуэль, крайне важно было сейчас выиграть Перестрелку, и под базой Блейм лишь один Раш, который уже далековато загулял, но вроде бы успевает переместиться под апартаменты. Он на коврах, и вот я не уверен, что Нави, в принципе, прочтут его позицию, если говорить по факту, то она имбовая. Если Нави не будет удерживать ее подниманием, они держат, молотов на Рашу дают, вот это молодцы. Наверное, из-за стартового поджима, который в комплекте осуществили, Нави понимали, что кто-то на апсах вполне может присутствовать. У Раши 24, у ДжКСа 19, Раш должен открываться, может быть синхронно с шортом, отвлечь на себя немного внимания, но он потопал, зигзаг открывается, Раш умудрился даже спрыгнуть, он по-прежнему живет, но Нави работают закрыто. Просто на запуск, килл от Бумыча, ответ от ДжКСа. Теперь у него есть информация, пытается забрать Бумыча, удается это сделать, Перфекто заперт на китчине, но все-таки... Киты есть. Обезврежение до конца, здесь начинает перфекто, перфекто, секунда остается, конфиг, он отпускает дефуз, там по-моему времени не хватает, по-моему недостаточно, там или, или, что? Последний тик просто оставался, комплексити, как же конфиг просто железобетона здесь отыграл, он понимал, что перфекто, ну успевает, наверное, его убивать до окончания дефуза бомбы, рискнул, и это себя оправдало. Да, и самое смешное, что перфекто, наверное, был уверен, что у конфига, если он даже сделает килл, времени уже не хватит, а получилось так, что секунду в секунду бомба обезврежена, вот это поворот, Кристиан, но так, позволил себе лишь скудные эмоции, типа радоваться рановато, выиграем, если выиграем, конечно, то тогда можно будет позволить себе и это, 3.800 элек, 3.750, начинается обсуждение для нави, и вот как ты думаешь, при равнозначенном счете, да надо закупаться, надо закупаться, там хорошие деньги все-таки имеются, да, будет парочку, возможно, Галилов, но здесь надо браться, потому что, опять-таки, они оставили лишь одного игрока в живых, сейчас экономика комплексности тоже там не весьма уверена, если удастся забрать раунд, то можно, в общем-то, навязывать уже будет свою доминацию на карте, но это раунд весьма интересный сейчас сложился, мне казалось просто, что вот комплексности, там по 20 хп у двоих игроков было, что это вообще невозможно выбить, они это сделали, причем весьма уверен, у них даже преимущество там 2 в 1 было на некоторые первые времена. И вот у меня было абсолютно такое же впечатление, я думаю, ну такое вряд ли выбьют, но да, комплексности заряжены сегодня к этому матчу, конфиг пошел ужать андер, сюда, правда, набрасывается флешка, конфиг пытается убежать, но его бит расстреливает в спину без вариантов, бойсон штрафует бумыча, но оставляет его живым, что, наверное, наиболее важным является для НАТО свинцера, они снова идут под Б, при этом тайминг довольно ранний, блэйм может подвлекать на себя внимание, тогда есть вероятность, что Раша на кресле не проверят, по-хорошему, если фактора отключения не будет, то Раша проверять здесь должны, ну, удается навязать размен, это максимум, проверят ли тачку, нет, но первым открывается бумыч, так что у НАВИ собрана информация, блэйм на сайте 1, его будет зажимать с двух сторон, перевести прицел ему не удается, 3 в 2, НАВИ окапываются на точке, бойсон, какое попадание, но лик не оставляет ему возможности для второго фрага, снова 2 в 1. Да, но GKS выходит сейчас на ретейк, там диффузки ты можно будет подобрать поблизости за бэксайдом, ну, электроник, по-моему, слишком имбовая позиция сейчас в этой ситуации, ну, то бишь, он открывается, и электроник должен мгновенно проконтролить, если GKS как-то переведется на него и выигрывает перестрелку, причем вообще не теряет ничего по хп, а времени еще полна здесь, и австралиец, подозревает ли он о позиции машины, ну, наверное, должен понимать, но Пит играет в идеальный тайминг, и GKS здесь страдает, но, кстати, комплексити, вот, несмотря на то, что экономика отсутствует, у них она хороша, я имею в виду, что можно лишь одно эко сделать, и потом сразу же закупиться, нет нужды форсировать вообще. Да, и это тоже важный показатель, но не менее важно, что Na'Vi сейчас вышли вперед по счету, и Пит, даже имея не лучшую статистику, выигрывает раунд для своей команды, и при этом ворс. Окей. комплексити, подожди, а это... Ну, 6000 с лишним там у Конфига было, поэтому... Ну, решили от Авика плюшать. Да. Ну, ладно, посмотрим, в принципе, формилки тоже могут себя реализовать довольно-таки неплохо, стакаются, тем более, втроем, идут на поджим-ямы, ну, и Na'Vi, насколько они понимают экономику своего визави, Конфиг видел, как раз-таки проход перфекту в Андер, Бойзон погибает уже от Бумыча, абсолютно без внимания оставили коннектор, игрки комплексити, Симпл, но не контролит, сейчас GKS, и второго плейн выбивает бомбу! И что самое важное, тут еще и девайсы получше можно подобрать, мгновенный кол от парочки комплексити. Конфиг на Сити, он переводится на электроник, и, казалось бы, не снайпер, но в бытность игроком Норс, Конфиг некоторое время даже отыгрывал роль основного снайпера, он вообще с этим девайсом не понаслышке знаком, супер универсал у нас, Кристиан, и каких же трудностей у Nato Swincer в этом раунде. А деньги-то последние, Rush будет заходить в спину Бумычу, непонятно, какой тайминг он поймает, пока Perfect пошел вообще проверять Сити, то есть идут загонять Конфига, так или иначе, и это Rush попытается как раз-таки предотвратить, с чем исправляется последний фраг от Кристиана, 10-10, минус деньги для Na'Vi и плюс Форс. И вот мы сидим такие, думаем, хорошая экономика, что в Сити в следующем закупиться, комплекте вообще ни о чем таком не думали. Есть АВИК, значит, будет и бай, будет и раунд. То есть вот на 1900, Rush 2400, вроде бы и фармилки какие-то есть, и главное 6000 Конфига. Не, ну комплекте удивили однозначно, я думаю, удивлены были именно Na'Vi в этой ситуации, ну там максимум, наверное, надо ожидать, там 1-2 девайса каких-нибудь, не более того, остальные, чтобы сливали. А вот и коэффициент от нашего партнера GGBet, 1.78 на комплекте и 1.97 на рожденных побеждать. 2 АВП в защите появляется сейчас, Конфиг поизан. Да, продолжают отыгрывать подобным образом. Ну, на Мираже Конфиг, конечно, себя чувствует весьма уверенно с этим ганом. Так, сейчас от Na'Vi 5 диглов имеется по гранатам, лишь один смачок, весьма бедно это смотрится, но если получится зацепиться за какие-то головы, может быть, там широким стрейфом Бумыч скроет Блейма, но, кстати, Блейм не подставляется, открывается Бумыч сейчас под шорт и встречает там Раша, но лишь потерял по ХП. Что же, Na'Vi пытаются выйти на точку, ловят поясина вне позиции, но он все-таки дает свой килл. Размен плюсовый, 3 против 1, возможно, и 4, да, явно много времени потратили комплексити на хэдшот дезматч перед этой каткой против Na'Vi, потому что по стрельбе нет у них просада, то есть к ним вот в этом плане вопроса вообще не возникает, причем ко всем сразу, у всех все очень четко, Симпл 1 штрафует Блейма, там минус 35, я думаю, что как-нибудь датчанин это переживет, открывается Костелев, он спокоен, его понемногу идет загонять конфиг, ну то есть положение опасное, скорее всего, Сайкл будет там и сидеть на респауне, JKS распикал Симпла, и комплексити, которые проигрывали с каким счетом, 2-8? 8-3 был счет, ну возможно 2-8, помню точно, но 8-3 точно был счет у нас на экранах, а сейчас уже ребята выходят вперед, и вот та самая хваленная, скажем так, сторона защиты, которая, ну, не зря, не зря мы ее упоминали, посмотрим, конечно, насколько Na'Vi сумеет быстро адаптироваться к подобной обороне, был 8-2, 9-3, и теперь мы видим, как комплексити выходят вперед, черт возьми, это, это внушает уважение, Poison запрыгивает у нас на зигзаг, дым с небольшим просветом, но насколько я могу судить, через ранбуст работают, еще и флешка, ну, максимально безопасно нами здесь отыграли, чтобы вообще никаких шансов у Poison не было, плюс молотов залетает за ящики, за апельсинки, как их Тафа называет, пробрасывает бумычу до минус 48, такие вот дела, конфиг по-прежнему со вторым АВП, работает на Б-плейнте, на коврах, здесь же Poison, еще с отнимавиком, вообще укрепление, конечно, изрядное. А у него нет сейчас как раз-таки смака, поэтому потерял более половины ХП, но благо, что ушел, и там комплексити не стали до конца пушить, просто зажигательную гранату закинули, и на этом все. Так, у нас Дельпана там отыгрывает сейчас Poison, под коврами действует GKS, и вот Rush, смачок пока лежит под апартами, и вот позволит ли он себе более глубоко запушить, Zimple пока что забирает плейн, крайне важный фраг в этом раунде, потому что базу B теперь можно сплитать, и Poison пропускает пока что из виду как раз-таки бит А, который занимает позицию на подсадку под джангл. Так, конфиг тут также будет сейчас обратный буст с короткого, и чекает стол, ну плюс коннектор, конечно, тоже будет просматриваться. И вот если немножечко бы вправо еще довести, то можно было бы и бита найти, но бит, по-моему, сам тоже не прочь пойти сейчас на сближение, и можно раша... Минус от бита. Наконец-то комплексити разваливаются, Electronic продолжает сидеть на балконе, спускается шифтом, чтобы не дать GKS информации, но поворачивается спиной к его позиции. GKS очень грамотно, выждав тайминг, дождался, пока конфиг делает свой килл, оформил свой, но все-таки не позиционное, даже численное преимущество Na'Vi было здесь слишком серьезным, так что счет 11-11, очень плотный и нервный. Мираж не в пример однокалиточному Dust, который мы видели, что с деньгами они есть. Да, будут закупаться, я думаю, более чем, там один игрок останется максимум без гана, поездом там 1200, да, формилку дропа, два авика появляются в защите, но в принципе все стандартно, другое дело, что по гранатам не все так здорово, но как мы видели, комплексити могут закрывать там буквально там под одну флешку все. Так, смотрим, Blame на старте, занимает окно, втроем Middle сейчас заняли Na'Vi, он идет в сближение под апартами, GKS хотел бы, возможно, запушить более далеко яму, но это ему не позволили сделать за счет зажигательной гранаты и Na'Vi, кстати, мне нравится эта идея, выйти быстренько под B-side, а там лишь один напорник и вот с кухни максимум там ближайший это Blame будет халповать, но Na'Vi, видимо, отказываются от этой идеи. И посмотрим, что придумают далее. Ну, они просто сделают это более поздним таймингом, туда направляются два игрока, конфиг, мог бы поймать перфекта, если бы сидел в зуме до конца, зная эмоциональность Кристиана, думаю, он сейчас бомбанул нереально. Ну и, конечно, рожденные побеждать воспользуются шансом, если чтобы не выйти на B сразу, то, по крайней мере, фейкануть. Но вот что примечательно, сейчас и Molotov есть, и Complexity, по идее, должны ожидать входа в B, но они продолжают отстаиваться втроем на A, и это оставляет им шансы. И Blame понял, наверное, что на B выхода не дождется, встал ближе к Кейчену, флешка на всякий случай, и дальше отход четвертым номером на A. У Na'Vi могут быть трудности. Это All-In от Complexity, либо выходят Na'Vi под базу B, и Complexity сейвят, скорее всего, либо сейчас, вправду, можно принять этот выход. Poison занимает позицию в Пленте, там Олик уже под яму прилетает, 30 секунд на таймере, и это все очень опасно пока что для рожденных побеждать смотрится. Я не знаю, что там под канонаду, раскидок надо выходить, GKS абсолютно не ослеплен, Boomage забирает сейчас в упоре, Perfecto также погибает, Electronic делает размен, Simple также включается, Poison 2 в 2 остаются у нас игроки Na'Vi, 18 секунд на таймере, Short читает, но не переводится, B, B, выключает его, и вот Blame может сейчас стать огромной занозой. Если пройдет, вот B, да, забирает 1 на 1 против Simple, но Kosteliv должен просто такой, Брайтон проигрывает дуэль Blame 1 в 2 вытаскивает, как же это было, я бы сказал легко, если честно, для него. Для Blame, да, у него присутствовала инфа по коннектору, понимал, что вариантов на фейк из-за очень красного таймера у Simple уже не было, и, соответственно, Blame провернул это, и я вам сейчас скажу откровенно, меня сейчас, наверное, захейтят, просто уволят, но когда Blame остался 1 в 2, думаю, ну, шансы тут очень хорошие. Да, я соглашусь с тобой полностью. Во-первых, Blame, мало того, что стреляет жестко в клатчах, он невероятно хорош. Он один из лучших, я помню, да, статистика какая-то была? Да, 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 и здесь еще ситуация такая, когда тебе точно известная коннектор, и точно знаешь, где ставится бомба, а Boomker это был еще и не мобилен, то есть какой там шанс у Simple, ну, раз нажать на курок, ну, два, на... Ладно, была хотя бы бомба, смотрим, что у Natus Vincere, бай в ноль, главное, что Avis сохраняется, два Galila, один калаш, и Вера в лучшее, теперь три игрока Na'Vi отыгрывают ближе к коврам B, пока Boomker кошмарит центр, даже не три, а четвертый смещается туда же, через Under отыгрывает Пит, пошел у нас на центр, ну, вместе с Boomker они просто отжимают это направление, дым на огне обновляется, и поясом штрафует Кирилла Михайлова, идет на Under дальше, здесь, правда, много Молотова, и теперь развивается атака на B, позиция для приема ковров, но перфекто с прыжка проходит Russia, двоих должен косить конфиг, так оно и получается, что по Симплу, он забирает конфиг, а это 2 в 2, но из Китчена успел вынырнуть Блэйм, заметил ли его Симпл, по-моему, да, он дал сейчас кол какой-то тиммейту, нет, 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 нету инфы, нету инфы, Блэйм, смотри, Бит просто легко открывается, сейчас в затылок должен забирать Симпла, либо дождется Бита, тут вообще сейчас все козыри в рукаве, если честно, у Блэйма, минус Бит делает, есть Хаешка, понимает, что Симпл будет на Форесте отыгрывать, а там еще с апартаментов GKS подходит, отрезает сейчас смоком Симпла, тот отходит на бэксайд, но Блэйм играет на опережение, 13-й раунд для комплекса, и у Нави нет денег. Я сейчас смотрю на то, что Блэйм вытворяет, и просто диву даюсь. Это филигранно, честно. Это реально филигранно, то есть он понимает, что остался против Симпла, рисковать для него вообще бессмысленно, забрав первого, вот стал, дальше Хаешка, и дым на противоположную сторону, но чтобы занырнуть в него же и просто задергать Костелева, Бенджамин Брэммер явно хочет пройти в следующий этап. Ираж доволен, и что, Нави делает с этой ситуацией, тоже не ясно, деньги-то были последние. 22 на 4, кстати. Да, была бы бомба, был бы байя сейчас, я не знаю, станут ли они рисковать раздропывать как-то парочку калашей, либо закупать Галилы, ну там в количестве трех штук, допустим, и пару пистолетов с гранатами. Не, ну в принципе, ситуация еще не безнадежная, то бишь можно слить с пистолетами и потом с 11.14 уже возвращаться в игру. Посмотрим, посмотрим, что сейчас наши ребята будут делать. Но комплексити в защите, конечно, видна абсолютно другая уже игра, более уверенная. И этого, в общем-то, ты и ожидал от них, как раз-таки хорошей обороны. Но вот что важно, экономика комплексити-то не на высоте, 150, 50, мы видим 100 долларов в плейма. Да, конечно, не очень высок шанс у Нави выиграть этот раунд, но если дадут, например, три фрага, то будут держать деньги в комплексе под контролем. Плеймэв у нас вливается на коннектор, перед ним лежит смок, бумач уже красный, убита, минус 40. Ну и пока подсадка над смоком. Кстати, конфликт сейчас должен просто сбривать бумача, но нет, там 9 хп еще остается, успевает бумач сместиться подальше. Так, электроник, открытие с ямой, но там контролится все койзеном. И Блейм, кстати, покипает, бит, важнейший фраг сейчас делает. Главное забрать сейчас ган, и чтобы конфликт никого не проконтролил. Правда, сипл. Окей, Блейм, я думаю, рисковать не станет. Против коста льва это очень опасно, когда он на дигле. Да, им просто льва. И что у нас конфиг. Ну, кстати, два минуса же конфиг так дал, когда спрыгивали у нас нави в одном из раундов. Так что, играет здесь весьма уверенно. Кстати, смещается у нас раш под аплэнд, куда же выберут свой выход нави. Но, сплит, просто даже не сплит, а выйти через шорт, и потом на втором тайминге перфект, если включится, если там плюс-минус какие-то фраги даст конфиг, то смотрится неплохо. Именно так сейчас нави действует. Ну что, конфиг, все на тебе. Ну да, и главное, что конфиг эту позицию уже занимал. Я был уверен, что нави будут его здесь ожидать, пытаясь развести в директе перфектах. Он под перфекты не подставлялся. Ну сколько грома это Кристиан сейчас бомбил. Но есть возможность занести бомбу. Смотрим за поясом, он не промахивается. Бомба падает прямо перед его ногами. Ну и люха, да, он сделал все, что мог. Но Кристиан не открывался, так что здесь нужно только погибать. 14-11. Вот это, конечно, поворот. Ну немного не синхронно все-таки нави открывались. Если бы втроем прям одновременно они это сделали, то скорее всего там ну один, максимум два фрага и был бы сразу размен. А так, конечно, ему времени потеряли, за счет чего успела перетянуться хелпа и даже бомбу элементарно в сайт не удалось занести. Так, и ставится тактический тайм-аут для нави. Главное в Дильтестан не уехать, собраться мыслями, потому что это все еще не безнадежно. Как показали нам ВП, можно выигрывать то, что, казалось бы, уже давно утеряно. Знаешь, я могу ошибаться, но вот сейчас смотрю на лица нави и как-то вот настроение, знаешь, не на камбэк, что ли, практика там прошлых просмотренных мной турниров показываешь, даже в таких сложных ситуациях какие-то активные обсуждения, то есть кто-то что-то пытается, значит, предложить или успокоить. Сейчас, не знаю, сидят ребята, ну ладно, наверное, слушают, что там Пумыч им говорит, но... Не знаю, может быть это и хороший знак, то есть не позволяют себе какие-то эмоции, типа рабочий момент и так далее, но сложно, в общем-то, сказать. Большими, опять-таки, впечатлениями делитесь. Пока что мы видим очень раннее занятие центра карты от нави, конфиг, который спрыгнул из окна, может стать неожиданностью для игроков в нави, но работают рожденные побеждать осторожно и на центр не лезут изначально его разбросав. И это, конечно, хорошо, 4А играют комплекс, с упором как раз на мид. Так, я, возможно, кстати, могу ошибаться, но конфиг, по-моему, он хотел на шорт запрыгнуть, но не долетел и за счет этого он просто выжил вообще, потому что нави уже вдвоем быстренько заняли. Ну, по крайней мере, потому что я увидел, он там чуть-чуть за пиксель не зацепился и дропнулся вниз. Не знаю, возможно, так и было задумано. Может быть, но помнишь, когда он вандере отдался, так и тоже показалось, что он не допрыгнул, чтобы конфиг там дважды закартует, типа не допрыгнул. звучит нереалистично как-то, соглашусь с тобой. Возможно, просто так дропался, да и все. Так, Блейм подходит на сближение, Пойзон коннектор контролит, Биту попадает в плечо, кстати, странно, казалось, там фраг просто железобетонный, но Блейм дорабатывает хаешкой, Блейм еще и флешку раздает, понимает, что кто-то мог уже подсадиться, Пойзон, ну, кстати, под симпл, наверное, открываться не стоит, но он выигрывает эту дуэль, Бумыч на размене, хотя бы так. Нураж в спине окажется через Андр, и сейчас у Бумыча, который его абсолютно не читает, GKS выключает, перфектно, электроник последний погибает, это 4 матчпоинта для комплексити, и вот оно, возвращение за сторону защиты. Лишь 2 раунда Na'Vi пока что взяли за сторону атаки. Хороши комплексити, ничего не сказать, здесь они пока выигрывают абсолютно по делу. То есть Na'Vi разыгрывает свои раунды, стрельба вроде бы хороша, но необычные маневры от комплексити, в частности, Раш, который поражал Андр, и поймал, Бумыча вообще на раскидке, вы посмотрите на Бенджамина, как он просто доволен, радость, счастлив, последний тайм-аут тратит на Ату Свинцера, вот это тоже здорово, да, по крайней мере, в этом плане к Na'Vi не прикопаться, то есть все паузы мы использовали, сделали как бы что смогли, ни к чему все это говорю, многие команды в таких ситуациях вообще ничего не делают, типа летят и летят, паузу мы не видим, здесь что-то ребята пытаются сделать, я смотрю, так, Кирилл молчит, Денис, молчит, молчит, перфектно, я тоже, в принципе, молчаливый у нас человек, я так понимаю, что Блейд дает все расклады, да? Ну, Симпл даже, он тоже подключается к диалогу, сказал, да, Андрюха, ты прав, ладно, давай сделай, да? Мы посмотрим, что там Блейд сейчас нашифровал, что у нас, 4 гана плюс стек 9 для перфекта, есть хорошая раскидка и занимает по старту четвером телевизор, там молик на старт в окно должен прилететь, скорее всего, да, от электроника, Бумыч раскидывает коннектор, но Блейм понимает, что за белой зажигательная граната и, в принципе, можно оставить центр покоя, хотя, кстати, далеко не уходит. Так, подбирается бомба, которая своевременно перед ямой Мидла была отброшена несколько флешек и на прочность базу Б будут проверять нави довольно рв... или это фей? Неужели это фейк и отход через Андер? Кстати, сейчас хорошая возможность фейкануть, дело в том, что высока вероятность, что комплексити на него поведутся, ну, потому что момент довольно нервный, типа 15-11 и так далее, будут перестраиваться, но конфиг идет пушить зигзаг, электроник может быть к этому и не готов, подсадка на окно, электроник пропускает конфига на ладер, Симпл смотрит сюда же, открытие от Кристиана и минус Костелев, ответ от электроника не заставил себя долго ждать, это 4 в 4, что же Na'Vi делать дальше? Ну, два опорника под базой B уже присутствуют, поэтому, наверное, на степе выходить точно не стоит, времени 50 секунд, тут можно еще подергать за ниточки, в общем-то, своего соперника, стянуть куда-то третьего, выйти на одного было бы идеально, но это не предоставляется возможным, выход под базу B начинается, раз уж, Rush уже выключает Perfecto и Na'Vi охрана отмена делает, возвращается под Asait, а здесь GKS присутствует на Дальпане, плюс джангл будет Мецопойзон, который как раз-таки может сейчас выиграть предстрелку против бита, но он даже не рискует на открытие, электроник на подсадке, ну джангл заняли, коннектор заняли, это выход под Аплент, уже читаем для комплексити. Ну и Пойзон отошел под Сити, да, вторым номером из-под Китчина, на выход из ладера у нас смотрит Блейм, 16-15 секунд, начинает простреливать GKS, Бумыч все-таки проходит и на торец фаербокса ставит бомбу, его пытаются прострелить, ничего из-за затеи не выходит, перекрывают Раша на коннекторе, перекрывают Блейма, это Валерий, и он делает ветер, главное сейчас не прекратить перестрелки, минус от Пойзона от GKS, один остается бит, набрасывается дым, киты есть и у того, и у другого, минус от бита под номером 3 в этом раунде Пойзон, господствующая высота на дефолте, дает фейк, бит начинает нашивать, Пойзон будет фигать с правой стороны, Валера его прочел, но не сумел с этим ничего поделать, команда Комплексити выигрывает этот Best of 3 со счетом 2-0, что тут можно сказать, проиграли Na'Vi сопернику посильнее сегодня? Да, откровенно говоря, Комплексити, но смотрелись лучше, хотя предпосылки к тому, что у Na'Vi все будет здорово на мираже, конечно же, были, вспоминаем как раз-таки 8-2, 9-3 счет, казалось, что вот инициатива в руках, но очень близки в раундах были Комплексити, за счет чего не дали раскачать экономику Na'Vi, и последние 3 раунда там экономика совсем была плоха, за счет этого вышли на 6, а в защите у Комплексити вообще никаких проблем не было. Опять-таки, цепляйся Na'Vi за пистолетку хотя бы, тут, я думаю, шансы все бы были, но, к сожалению, этого не случилось, да, проигрывают Na'Vi, но не думаю, что здесь прям что-то критическое происходит, где-то, думаю, подготовиться уже к следующему.